Во второй части я рассказываю общие вопросы обучения в США. Это визовые вопросы, TSA, проживание, предварительная подготовка и так далее. Все, что связано с обучением в США. А третья секция – это секция для мечтателей, то есть тех, кто перешагнул какой-то рубеж, как я когда-то в свое время, не знаю, 30 лет, и еще кого-нибудь какие-то рубежи, могут быть развод с женой, и хочет изменить свою жизнь. Так что третья секция будет такая, очень крутая, очень интересная. У нас здесь есть даже люди, которые сделали такие же телодвижения, как и я в свое время. Общий вопрос обучения в США. Давайте еще раз поговорим про визы, потому что про визы, мне кажется, все спрашивают постоянно. И еще раз, еще раз, еще раз, еще раз давайте проговорим все про визы, чтобы вы больше с этими вопросами не сталкивались. Значит, я говорю про общий случай. Не про линейных пилотов, не про частных, не про… Я говорю про общий случай. Вы решили поехать учиться в США. Если вы едете, и у вас в кармане уже есть туристическая виза, уже есть. Мой вам совет – не заморачивайте голову, поезжайте с тем, что есть. С теми двумя нюансами, которые я уже сказал. Не говорите об этом на границе, когда вы пересекаете границу Соединенных Штатов Америки. Возьмите с собой тапочки и шорты и скажите, что вы едете лежать на пляже. Если визы нет, то есть, если визы нет, что с этим делать, какой у вас может быть выход? О, sorry. Плюсы какие по туристической визе? Вы можете ее использовать как для учебы, так и не для учебы. Сегодня вы приехали, полетали, а через месяц вы решили вернуться обратно и уже не полетать, а просто с семьей провести время на пляж. Зашибись. Студенческая виза вам такого кайфа не позволяет. Для этого нужна туристическая. Туристическая всегда многократная. Сколько хотите раз въехали, столько хотите раз выехали. Ну, там Арсений работает над этим. Я, к сожалению, не могу с этим ничего сделать. Есть. Многие считают, что туристическая виза действует 6 месяцев. Типа, вот я въехал один раз в 2 месяца, второй раз в 2 месяца, третий раз в 2 месяца и все, она кончилась. Это неправда. Туристическая виза позволяет вам находиться в США 6 месяцев с момента въезда, либо на усмотрение визового офицера. Визовый офицер этот срок может уменьшить, если он захочет. Даже если виза истекает у вас послезавтра, а вы въезжаете сегодня, у вас все равно будет 6 месяцев. Имейте это в виду. Один раз. Один раз, да. Пока она не кончится. А кому дадут? Дадут. 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 Если тебе, смотри, если ты въезжаешь 27 сентября, и у тебя виза кончается, предположим, 30 сентября, визовый офицер на въезде ставит овальный штамп и пишет на ней expiration date. Вот если он в круглый штамп написал декабрь, то ты остаешься до декабря. Никаких проблем и нарушений здесь нет. Не должно быть. Ты ничего не нарушил. Тебе офицер разрешил быть до декабря. Я не готов читать никакие форумы, я готов руководствоваться собственным опытом. Моя мама в прошлом году ко мне приезжала, провела на 2 месяца больше, чем у нее была виза, и сейчас у нее повторная виза, никаких проблем нет. Поэтому, как бы, ну, проблемы с визами в Америке могут возникнуть всегда. Вот просто возьмите это за правило. Вы можете быть белым, пушистым и с шикарной и вообще кредитной историей, с визовой историей, приехать, а офицеру вы просто тупо не понравились. Офицер вам скажет, так, все, депортация. Ну и все, вы ничего не сделаете. Это как бы вопрос лично, персональный, который может возникнуть. Такое бывает со всеми. Давайте поговорим про туристическую визу и серую зону, как я называю ее, серая зона в обучении. Есть некоторые руководящие документы, которые говорят, что по туристической визе учиться нельзя. Есть CFR 8.213.D, в котором написано, буквально дословно, что у вас должна быть студенческая виза, если ваш тренинг превышает 18 часов. Откуда взялись эти мифические 18 часов, про которые мы всегда говорим? В неделю. CFR 8.213.D, ничего не говорит про тех людей, которых меньше, чем 18 часов. И это создает серую зону. Потому что, с одной стороны, больше 18 точно нужна ученическая виза. Вопросов нет. В гражданском кодексе это сказано. Про то, что меньше, ничего не сказано. Поэтому дальше начинается вопрос, типа, верю-не верю. Все летные школы, у которых есть авторизация на выдачу студенческих виз, они, конечно, хотят, чтобы вы приехали по студенческой визе. Потому что вы привязаны к этой школе. Практически forever. Поэтому в 99% случаев, кроме Sky Eagle, вам скажут, что вам нужна студенческая виза, только с нами, приезжайте, иначе вы нарушитель. Относитесь к этой информации как хотите. Хотите, верьте, хотите, относитесь к ней критически, хотите, делайте, как хотите. Я рассказываю, как оно есть на практике. На практике огромное количество студентов проходит летную подготовку по визам B1, B2. На сегодняшний день, подчеркиваю, на сегодняшний день, мне неизвестно ни одной проблемы, которая бы у кого-нибудь возникла хоть где-то. Хоть в TSA, хоть на чекрайде, хоть после чекрайда. Нигде. Я слышал про мифические случаи, мифические, потому что никто не называет ни имен, ни фамилий, что у кого-то когда-то были проблемы при продлении, или кто-то когда-то там не смог въехать в страну. Смотрите выше то, что я сказал. Вы можете каждый раз не въехать в страну просто потому, что вы не понравились офицеру. Никакой связи между вашим предыдущим тренингом и последующим въездом я не вижу. Поэтому up to you. Хотите и выезжайте по туристической визе. Мы как школа, я от своего лица говорю, мы как школа вас примем. Нам все равно. До тех пор, пока у вас на руках есть TSA, до тех пор, пока вы находитесь в стране легально и не нарушаете иммиграционное законодательство, мы fine. Проблемы получения турвизы в России все знают. Как бы хотите, можете через Грузию ехать, через Европу или еще как-нибудь. Я слышал, что очереди вроде в каких-то там городах поменьше стали. Екатеринбург вроде в Владивосток стал вроде нормально, да? Студенческая виза. В студенческих визах бывают три. М1, F1, J1. Говорим про М1, потому что весь флайт-тренинг – это в принципе визы М1. Vocational training. То есть не академическая программа, когда вы приехали в университет, и понедельник, пятница, каждый день вы по 8 часов работаете. А vocational training, то есть на расслабоне. Сегодня полетал, завтра не полетал, послезавтра на пляж пошел, через 3 дня пошел, снова полетал, 2 часа граунда взял и так далее. То есть в динамичном таком режиме. Vocational training выдают на сегодняшний день визы М1. Насколько я знаю, у меня там, по-моему, где-то будет этот слайд. Около 300 летных школ Америки выдают визу М1. Виза выдается по представлению школы, и вы будете с этой школой связаны. Потому что форма I-20, которую мы вам выслали, она ваша именная, и она наша именная. С этого момента мы с вами connected. Вы не имеете права проходить обучение в другой школе, имея визу от нас. В чем большой плюс студенческой визы? Легкое получение. Вы можете получить ее за неделю. Это официальная виза для учебы. Все легально, все честно. Никому врать не надо. Вы говорите, что вы едете учиться в такую-то летную школу, хотите быть пилотом. Все отлично. Минусы. Ну, понятно, что она дороже. Я уже сказал почему. Потому что есть 500 баксов и есть дополнительная пошлина. Выдается только под программы парт 141. У меня дальше будут слайды, что такое парт 61, парт 141. Сейчас мы это не трогаем. То есть количество школ, которые вас могут по студенческой визе принять, оно уменьшается. Я сказал, примерно 300 штук. Дальше виза М1 не позволяет вам прерываться. Мне кажется, в этом самый большой ее косяк. Потому что вы можете выехать из страны, если я не ошибаюсь, только один раз. Без веской причины прерваться. Если вы хотите выехать еще раз, вам придется что-то придумывать. Медицина, родственники погибают, еще что-нибудь. То есть вам нужна какая-то резина, чтобы покинуть США. Все остальное время вы должны быть непрерывными. Для целей private pilot это fine. То есть вы приехали на 2,5 месяца, получили М1, 2,5 месяца отбарабанили, получили свою корочку, вернулись. И ваша виза кончилась. Все. То есть в этот момент мы в своей системе в Севисе пишем, что студент закончил обучение, уехал. И ваша виза катает. Дальше вы должны будете получать следующее. Следующий момент. Поменять школу очень сложно. То есть это огромная такая маркетинговая американская хитрость. Вам будут рассказывать любые сказки. Вам будут рассказывать, что вы не имеете права уйти из этой школы. Что вы еще не прошли полный курс подготовки. Что они вам заявят на вас в Севис. Ну и т.д. Школа предпримет все возможные варианты, чтобы вас не отпустить. Хотя законом предусмотрено правило трансфера. Вы можете у школы запросить трансфер и сказать, я хочу перейти из этой школы А в эту школу Б, потому что мне там не важно. Whatever reason. Погода мне не нравится в Майами, хочу в Нью-Йорке учиться. И мы должны вас отпустить, мы должны вас трансфернуть. На деле я каждый раз сталкиваюсь с проблемами, когда люди к нам приходят и их не хотят оттуда отпускать. Им не выдают трансфер-леттер. Присутствие в школе. Поскольку мы уже говорим про 8213D, вы должны находиться в школе 18 академических часов и более. Это написано в правилах. В реальной жизни это происходит крайне редко. Ну, в нашем случае, по крайней мере. Мы пока на эту тему не сильно следим. Но я знаю, есть школы, которые серьезно к этому относятся. Они логируют все ваши часы. Они видят, сколько вы находитесь в здании. И будут вас за отсутствие. То есть, если вы решили пропустить, например, не прийти, они будут вас пинчить. Дальше. Для того, чтобы эту визу получить, у вас должна быть вся сумма на кармане. То есть, вы не можете получить студенческую визу, пока вы не покажете в посольстве всю сумму на обучение плюс проживание. Если мы говорим про private pilot, вам нужно показать, ну, тысяч 20. 12-14 на курс и там 3 тысячи 5 тысяч запасов на проживание. На пару месяцев. Для многих это является проблемой. У кого-то деньги просто не лежат в банке. Будем говорить прямо, да. У кого-то кредитные карточки, еще что-нибудь. То есть, ну, не для всех эта история может прокатить. В этом году мы получили два отказа. Два российских парня получили отказ. У одного была показана на счету очень хорошая сумма на весь курс на профессионал программ. Причина отказа нам абсолютно неизвестна. Поэтому отказы по студенческим визам тоже бывают. По второй визе нам в лоб сказали, что у них есть предположение, что человек планирует остаться в США. Сказал он это им в лоб на интервью или не сказал, или они сами догадались, нам это неизвестно. Но так нам объяснили. Дальше. Студенческая виза минусы. Ну, про минусы я уже сказал, да, все, можем пропускать. Виза F1. Следующая виза, которую очень многие апеллируют и говорят, мы хотим визу F1, потому что она позволяет остаться на один год практики работать в США. Чистая правда, она позволяет вам работать один год после того, как вы закончите инструкторское образование. То есть не просто commercial pilot license, а commercial pilot license плюс вы должны получить CFI. Со свой счет, естественно. В чем большой плюс? В том, что вы можете на халявку набрать себе за год часов 700 летных, обучая других студентов. Вам еще за это будут платить там 20 долларов в час. Может быть 25, если повезет. Денег не заработаете, но на лед, на лед можно заработать. Поэтому виза F1 пользуется большим спросом. Минусы. Понятно, что она дороже. Насколько я знаю, я сейчас могу ошибаться, может быть, я опять же не знаю все. Насколько я знаю, можно F1 получить только если вы едете на полный курс. С нуля до CPL. Если вы едете только на private или на инструмент, вам F1 никто не даст. Количество школ, которые выдают F1, оно еще меньше. То есть я во Флориде знаю 4 школы, которые выдают F1. Мы нет, мы не даем. Может быть, будем, но пока я не вижу в этом какого-то большого потенциала. В чем проблема с визами F1? F1 это академическая виза. Она предполагает, что вы работаете как в университете. Американский флайт-тренинг натянуть на университет можно только искусственно. То есть мне тогда искусственно придется вам добавить часов, которые вам не нужны. Догрузить вас как в Ульяновском училище математикой, историей, еще какой-то херней, чтобы соответствовать вот этим вот часам, которые требуются под визу. Я не очень хочу это делать, если честно. Либо мошенничать. То есть говорить, что вы типа проводите в школе 50 часов в неделю, а на самом деле вы там 10. Ну тоже как бы не очень хорошо. Минусы все те же самые, что M1. С визами понятно? Про J1 я не говорю, потому что J1 это вообще не наш случай. Под все визы, под студенческие семьи получают supplemental визы, что называется. Вы получаете M2, M4 для, M2, не помню, M2. M2 для жены и детей, а в случае F1 это будет F3, по-моему, или F4. То есть у них не будет только F2, у них не будет права работать. Мы переходим к разделу TSA, про который мы уже говорили. Там как раз вопрос сразу пришел в тему. При подаче заявки в TSA можно ли подать сразу несколько одновременно? На PPL, инструмент и M2. Да, можно и нужно. Подавайте сразу все и сразу же все оплачиваются. Так быстрее будет. Что такое PPL? Что там про PPL? После получения PPL в Америке и в последующем отказе в американской визе будут ли проблемы при использовании в России или Европе и в ППЛ? А, я понял. Вопрос следующий. Если человек получил PPL в Америке, а в последующем получил отказ в американской визе, будут ли у него проблемы в использовании лицензии в России, Европе, либо в продлении? Нет, не будет, потому что, как я уже сказал, TSA, USCIS и FAA друг с другом не разговаривают. Ваш отказ для FAA, они даже не знают вообще, ну, они в принципе не понимают вообще, какой у вас статус. Для FAA вы просто запись. Номер свидетельства, имя, фамилия и ваш адрес. Все, не более того. TSA. Разрешение на летное обучение. Еще раз повторяю для тех, кто пропустил и кого не было на первой секции. Любой летный тренинг, который ведет к выдаче лицензии в США, должен подтверждаться разрешением TSA для всех иностранцев. TSA не нужен только ситизенам. Даже грин-карт-холдеры, у кого есть грин-карт в кармане, и те должны получать TSA. Только владельцы паспортов США TSA не получают. Все это случилось после 9-11. Все знают эту историю, я так понимаю, да? То есть четыре пилота учились в Верой Бич, и потом они ударились случайно в эти здания. После этого TSA сказал так. Теперь мы будем проверять всех, кто хочет получать пилотские лицензии. Пошлина государственная 130 долларов. Платится прямо в онлайне. Все заполняется в онлайне. Не надо находиться в США. Прямо из дома тупо сели, быстренько заполнили, отправили. Все. Единственное, что отпечатки пальцев вы можете сдать либо в США, либо есть список центров, где вы тоже можете сдать отпечатки пальцев. Что нет? Можешь. За пределами США? Поменяли? Да. Вот видите, у нас бдительные студенты докладывают, что нет, уже нельзя за пределами США. Но мне ко мне не дали, буквально не дали, чем приезжал из Дубая, он с отпечатками приехал. Не знаю. На сегодняшний день срок заявок рассмотрения, рассмотрение заявок до 8 недель. У нас сейчас есть студенты, которые подались в августе. На сегодняшний день у нас ноябрь, и у них до сих пор нет CSA. Это может быть проблема. Максимальный срок в действии CSA – один год. Как я уже сказал в предыдущей секции, подавайте сразу же на один год. Не подавайте на ваш срок, когда вы собираетесь реально учиться. Просто тупо год себе забронируйте и все. CSA подается в трех категориях. Первая категория подается для тех, кто хочет учиться на тренажерах. То есть, если вы едете на тайпрейтинг, на Airbus, на 737, у вас категория 1. Если у вас есть какие-то специальные условия, дополнительное разрешение от авиакомпании – категория 2. Если у вас initial training, то это категория 3. Почему я привел эту историю про категории? Потому что каждая категория имеет свой срок рассмотрения. Наш опыт показывает сейчас, что категория 3 самая длинная – 8 недель, примерно 10. А категория 1.2 прилетает за 3 недели. Видимо, просто разные офицеры этим занимаются. ВЛЭК. Большое количество вопросов прилетает по поводу ВЛЭКа. Там свежачок прилетел буквально позавчера. Андрей, подскажите, пожалуйста, если у меня варикозное расширение вен, могу ли я пройти ВЛЭК? Классный вопрос, ответа я не знаю, честно. Я не могу знать ответ на все медицинские вопросы. Я могу только сказать, что ВЛЭК – это очень простая примитивная процедура. Если у человека есть варикозное расширение вен, и если он об этом не скажет доктору, поверьте мне, доктор в жизни не узнает, что оно у него есть. Ну, просто никак, потому что мое общение с доктором обычно проходит так. О, привет, чувак, а я был в Питере, классный город. И что тебе там понравилось? Ну, вот это, 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 это. Ну, прикольно. Ну, как тебе там глазки? Что-нибудь беспокоит? Нет? Нет? Все хорошо, да? Посмотри-ка сюда. Молодец. Да. Так происходит общение с доктором. Как я уже говорил в первой секции, если вы видите таблицу в очках, в линзах на 5 строчек, то вы private. Если на 7, то вы уже линейный. То есть никто не требует от вас перфектности. Никто не требует, чтобы вы были без очков или без линз. Если вы в жизни носите линзы, корректирующие или еще что-нибудь, смело говорите об этом врачу. Я ношу очки. Окей, надевай свои очки, показывай, что ты видишь. Надеваете очки, показываете 7 строчек, у вас первый класс. Всего в Америке 3 класса. Первый, второй и третий. Первый класс требуется линейным пилотам для того, чтобы исполнять обязанности линейных пилотов и работать в авиакомпаниях. И в чартерах. Второй класс требуется коммерческим пилотам для работы вторыми пилотами и в чартерах. И третий класс – это для правитов. Каждый класс имеет определенный срок действия. Стоимость отличается, я боюсь соврать, по-моему, 75 долларов правит и 120 первый класс. По-моему. Разница возникает за счет электрокардиограммы, потому что электрокардиограмма сдается только первым классом. То есть, каждая категория, каждый класс действует разное время. То есть, private действует до 5 лет, если вы меньше 40, 2 года, если вы выше и так далее. То есть, есть специальная таблица, в которой можно посмотреть, сколько будет действовать ваша справка. И в чем еще классная история? В том, что справка верхнего уровня, естественно, закрывает справку нижнего уровня. То есть, когда моя справка первого класса лежит в кармане, я могу быть кем угодно. Могу быть линейным, могу быть коммерческим, могу быть private. Для private она будет действовать 60 месяцев. 20-30 минут у вас на все это уйдет и примерно на 75-125 долларов. Ничего особенного. Если у кого-то есть вопрос по варикозному расширению вен, добро пожаловать в парк 67. Заходите в Google, набираете CFR, парк 67 и вам выплевываются все медицинские показания. То есть, это аналог нашего ФАПа. Кость, какой у нас ФАПа в медицине? 50-й. И все. Если вы хотите проверить себя и не задавать мне вопросов, я вам рекомендую просто сходить к любому DME. Они есть не только в США, они есть и в Европе. Смотрю я на Мишу, который сейчас может сказать, что а вот позавчера, с позавчерашнего дня DME больше нет. Моя любимая тема, конек. Английский язык. Значит, часто я получаю вопросы в стиле, очень хочу получить американскую лицензию, но у меня нет английского языка. Или хочу, хочу приехать учиться в вашу школу, но у меня плохой английский язык. No way. То есть, я тут недавно прочитал на одном европейском сайте, что летная школа готовит пилотов на русском, на английском, и я боюсь соврать, по-моему, на латышском языке. Я удивился, потому что такого в Америке быть не может. Я не могу готовить вас на русском языке к экзамену, который будет проходить на английском языке. Экзаменатор, не транслейтор, он вашего русского не знает. Более того, экзаменатор и американец могут друг друга тоже не понять. Потому что наш, например, любимый экзаменатор, которому далеко за 70, он иногда говорит такие слова и такими формулировками, которые не понимаю не только я, но еще и мой шейфпилот. То есть, мы вдвоем пытаемся понять, что он сказал. Поэтому вам придется иметь дело с носителями языка. И эти носители, они не супер-нетив, прям спикеры, поверьте мне. То есть, как бы, вам придется работать с акцентами, с какими-то диалектами, с такими формами, которые в обычной жизни могут не применяться. Если кого-то будет интересовать опыт, у нас есть пара студентов, наших выпускников, которые сдавали экзамены в Америке. Много людей сдавало здесь экзамены в Америке. Вы можете спросить, какого уровня должен быть английский язык, чтобы адекватно разговаривать со студентом. С экзаменатором. Сори. Значит, ну, про ключевую проблему мы все знаем. Я еще раз хочу представить, значит, специально для вас, специально сегодня для вас в этом зале работают. У нас есть представители Skyeng, Егор Спиридонов и Элла Солнцева. У них есть веб-сайт Skyeng.ru. Я на этом сайте тоже беру уроки по грамматике. И я рекомендую этот онлайн-проект в том случае, если вы не хотите никуда ездить. То есть, вот если вы тупо хотите заниматься просто в онлайне с преподавателем, не ходить пешком, ну, в принципе, Skyeng, мне кажется, один из таких лидирующих. Второй представитель у нас здесь есть, Надежда Севашинская. Еще раз, Надя, если ты там где-то сидишь, вот она машет рукой. Посмотрите, все, кому интересует поговорить по поводу авиационного английского. Это авиационный учебный центр Complank. Я в нем сдавал тест на ИКАО, кстати, давным-давно. Они могут вас натянуть на авиационный английский язык. И, насколько я знаю, Complank также тоже предлагает обучение по Скайпу. Если я ошибаюсь, Надя может меня поправить. Про Complank могу сказать только одно. У меня был студент, мой не студент, у нас был пилот в Хелепорте, когда я еще на вертолетах летал в 2014 году, который абсолютно не разговаривал на английском языке. Абсолютно. У него был свой вертолет, и мы летали с ним в Европу, и я ему нужен был как лидировщик-переводчик. Потому что человек не разговаривал на английском вообще. Через полтора года он приехал ко мне в США, и мы с ним полетели кататься по Флориде, и он вел самостоятельно везде радиообмен. Я на него смотрел вот с такими глазами. Вот реально. Чувак работал с Complank по Скайпу каждый день. Каждый день, пять часов, он садился и работал по Скайпу, и сказал, что это его вытащило. Сейчас он летает по всему миру, у него все отлично. Поэтому у меня есть позитивные фидбэки. У нас есть Александра Щербакова. Можно тебя попросить встать? Вот, видите, в красном пиджачке. Это человек, который ведет Инстаграм и Ютуб. Вы можете подписаться на Инстаграм и на Ютуб, и выкладывать такие небольшие короткие видеоролики с терминологией, с английской фразеологией. Александра работает или работала в учебном центре Ютейра, если не ошибаюсь, и занималась обучением английскому языку. Поэтому вы можете, если вам нужны частные уроки, допустим, можете туда обращаться. У Ютуба очень такое звучное название, его, в принципе, легко запомнить, поэтому вы можете даже не фотографировать. Как учить английский язык? Меня тоже часто очень спрашивают, подскажите, расскажите, как правильно, хорошо, быстро выучить английский язык. У меня здесь есть пара комментариев из личного опыта. Во-первых, учите бытовой английский. Не надо заморачиваться и учить специальный авиационный английский. Нет смысла браться за технический язык, и нет смысла браться за радиообмен, тем более, если у вас тупо нет базы. Вот под словом «тупо база» я понимаю, что вы приехали куда-то в другую страну, например, вы приехали в Америку, и вы в состоянии поговорить с таксистом, вы в состоянии поговорить в отеле, вы в состоянии произвести самостоятельный чекин, вы не лазите в транслейтер каждый раз, когда вам нужно заказать в меню, в ресторане что-нибудь. То есть вы нормально коммуницируете с носителями языка на таком уровне, чтобы они вас понимали, и вы их понимали. Вот такой должен быть уровень, если вы хотите двигаться дальше в сторону обучения. А потом уже можно браться за терминологию, за технический язык, за радиообмен, да что угодно. Но если нет базы, то вам радиообмен просто вас не спасет. Дальше я сейчас, может быть, скажу что-то там, ну, такое противоречащее тому, что я сказал на слайде выше, про наших доблестных ауц и наших доблестных преподавателей. Тем не менее, как бы это правда. Я рекомендую учиться в языковой среде, в настоящей. По моему собственному опыту я учил язык, не знаю, в России я делал попыток 6, наверное, подойти к языку. С репетитором, в группах, без групп, в центрах, без центров. Ноль. Ну, то есть полный zero. Единственный момент, когда я начал разговаривать на английском языке, я уже упоминал его, когда в 2008 году в Калифорнии мне очень кушать захотелось. У кого-то захотелось есть, я пошел в магазин, а там никто вообще не говорит ни на каком языке, кроме английского. Мне пришлось вспомнить все. И я хочу экс, я хочу сосеча, все остальное. Сразу же моментально прорвало. В языковой среде, в настоящей, вы будете прогрессировать гораздо быстрее. И вы потратите меньше денег. Еще раз это мое искреннее убеждение, что если вы хотите вытащить язык на высокий уровень, едьте за границу, учитесь в Британии, учитесь на Мальте, учитесь в Америке. Сейчас по всему миру предлагаются обучения по очень-очень дешевым ценам. Я только что приехал из Берлина с конференции айсов, образовательных агентов и школ. 90% айсов – это школы английского языка. И это огромнейший рынок с огромнейшим выбором, вот с такой копеечной ценой входа. То есть можно там платить 200-300 баксов за неделю и заниматься в той стране, где люди разговаривают на английском. И даже если вы удаленно берете там, я, например, работаю только с native спикерами. Я не работаю ни с кем из русских, украинцев, белорусов, потому что произношение невозможно подделать. Pronunciation ставится с рождения. Если вам с рождения его не поставили, то есть, ну я считаю, что у меня неплохой английский язык, но мой английский язык – это позорище, когда я слушаю его со стороны. То есть это такой булшит, который реально нельзя показывать вообще никому. Нельзя учить язык от случая к случаю. Учите язык системно. Я пытался работать по месяцу, типа два месяца ты занимаешься, потом ты там подзабыл, не работает. Если вы взялись за английский язык, занимайтесь английским языком всерьез. Опять же, это какие-то мои наработки. Я себе стараюсь ставить какие-то дедлайны. К такому-то числу я хочу знать то-то, 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 то-то. Или там к такому-то числу я пройду вот такой-то учебник на столько-то. Репетиторы, занимайтесь с репетиторами, все люди разные. Есть люди, кто-то занимается сам, есть люди, которые занимаются по скайпу. Я думаю, что самостоятельно, самому в себе выучить английский язык невозможно. Вам все равно нужен кто-то, кто будет давать вам гайденс. Ваш репетитор, ваш учебный центр, кто-то, кто вас будет направлять, с кем вы будете разговаривать. Радиообмен. Моя любимая тема. Я хотел поставить здесь, короче, кучу роликов и примеров, и сэмплов, и всего остального, но просто мы не будем на это сейчас тратить время, реально. Это очень много ресурсов у нас сейчас займет, если мы начнем слушать этицы и все остальное. Вот на сегодняшний день выучить радиообмен только по интернету элементарно. Короче, ресурсов полно. Начинайте с Life ATC Net. Это ваш самый такой прям реально, реально крутой механизм. Я вот сегодня сутрица зашел, послушал, как в Майами дела. Открываете Майами Тауэр и слушайте, кто прилетает, кто улетает. Наши карго сегодня с утра улетали, бридж карго прилетал. Потом испанцы какие-то прилетели, потом еще кто-то. Ну, то есть вы начинаете потихонечку вслушиваться и въезжать в то, о чем говорят эти люди. Пока вы не начнете слышать, что они говорят, вам и разговаривать будет сложно. Вы должны понимать, о чем они там толкуют вообще. Весь радиообмен очень формализованный. Это как математика. Это просто формулы, которые ставятся одна за другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все идет по порядку. Редко, когда в Америке, ну, опять же, в Америке не редко, а в Европе редко. Американцы, они больше такие фривольные. У них радиообмен такой на расслабоне. Если особенно барышня сидит на башне, она тебе расскажет все про погоду, как дела у соседки, тыры-пыры, и вообще там типа, а вчера у нас был потоп. То есть будет долго-долго-долго разговаривать. Такой простой, не очень формализованный язык. В Европе он более формализованный, более рекау, там используют какие-то брейк-брейк используют, которые в Америке вообще никто никогда не использует. То есть и европейский, и английский, и радиообмен, и американский будут отличаться довольно сильно. То есть имея европейский в бэкграунде, вам будет легче, но это не значит, что вы прям сразу опа, там, там. Не совсем так. Используйте LiveATC.net, и есть огромное количество видосов. Я тупо просто сегодня пробежался по каналам, где два чувака сидят в кабине и делают pre-flight процедуры, разговаривают, и все это пишется. На моем канале есть, как я в Лерджете работаю, то же самое. У меня из Лерджета записано видосов с английским языком, там, часов на 40. У меня тупо нет времени это все порезать просто и выложить, потому что мне кажется, это скучно и неинтересно. Но там реально живой английский язык, на котором люди реально разговаривают. Приходит капитан, приходит второй пилот, они делают друг другу брифинг, это все записывается, они пробрифовали, сделали чек-листы, вышли на ATIS, послушали ATIS, настроили все кнопочки. Вам будет интересно. То есть, если вы будете начинать к этому серьезно относиться и готовиться, сидите, смотрите. Еще раз, пока вы не научитесь вслушиваться и понимать, о чем они говорят, вам говорить будет сложнее. Там какой-то вопрос прилетел. Нужно ли в США радиолицензии, как, например, вам в Англии при получении PPL? Нет, не нужно. Сдается ли экзамен по радиообмену? Нет, не сдается. Если я сдал в Англии экзамен по радиообмену и получил радиолицензию, то этого уровня языка хватит или нет? Это в стиле «у меня есть ИКО-4». Ну и что? Ну, как бы, это ни о чем не говорит. Если вы сдали там на радиолицензию в Англии, наверное, вам это как-то сильно поможет. Но сказать вам, хватит ли вам этого или нет, я не могу. Нам этого хватит, если мы с вами, допустим, 10 минут поговорим на английском языке на все темы, на разные. И тогда я могу сказать, хватит вам этого английского или нет. Сама по себе корочка, и вот то, о чем я говорил много раз, сам по себе сертификаты КАО, там ШМАКАО, какой бы у вас ТОИФЛ там не был, нам все равно. То есть, у американцев все очень просто. У меня там даже где-то, по-моему, запись была на эту тему. The applicant should be able to speak, write, understand and write in English. That's it. Американцы не специфицируют, на каком уровне это должно быть. Я, как инструктор и ваш экзаменатор, мы можем понять, вы able или вы не able. Если я вам задаю вопрос 2-3 раза, а вы не понимаете его, то вы не able. That's it. Тут все просто. Говорил уже сегодня, еще раз повторяю, не приезжайте в Америку без английского языка, сэкономьте деньги и время. Вот это важный слайд, я его придумал вчера ночью. Как понять, что уже пора? То есть, как понять, что вы готовы, и у вас английский классный? Я думаю, что это важная история. Значит, если вы читаете мою любимую книжку, Pilot Handbook, Aronautical Knowledge, и понимаете ее без словаря хотя бы на 70%, that's fine. Это первый признак, что вы почти готовы. Если вы открываете Live ATC.net, берете карандаш, ручку, слушаете майамский ATIS и можете его записать, вы good. Хотя бы с третьего раза. Я не прошу, чтобы вы записали его со второго или с первого. Хотя бы с третьего раза. Три прослушивания ATIS, если вы смогли его записать, вы good. Если вы разговариваете с носителем и все понимаете, или берете какой-нибудь любой ютюбовский Crown School, которых полно лежит просто, и начинаете его слушать. Если вы на ютюбе смотрите видео и все понимаете, или 80% хотя бы понимаете, вы готовы. Понятно? Good. Едем дальше. Подготовка к теории. У нас осталось не так много топиков. По плану мы в 6 часов начнем мою любимую тему. Значит, на первой секции говорил, еще раз повторяю, готовиться надо дома. Не ждите, пока вы приедете в летную школу, и летная школа будет давать вам гайденс, что читать. Ресурсов полно. 2019 год на дворе. У нас есть интернет, у нас есть ютюб, у нас есть книжки, у нас есть видео, у нас есть вообще все. FAA абсолютно не жадный. FAA вам отдает вообще все бесплатно. FAA говорит, пожалуйста, зайди на сайт faa.gov раздел manual и выкачи все, что тебе надо. Хочешь pilot handbook or analytical knowledge, пожалуйста, бери. Хочешь aviation handbook, пожалуйста, бери. Хочешь helicopter flight instructor, пожалуйста. Все лежит в открытом доступе. Нужно открыть и начать читать. Кто-то хочет пользоваться коммерческими продуктами, пользуйтесь Джебсоном. Вот Джебсонский и Private Pilot Manual и Commercial Pilot Manual, они прекрасны. Я по ним учился в свое время, они просто офигенные. Онлайновые курсы. Меня часто тоже спрашивают, какие онлайновые курсы могу ли я порекомендовать, а также меня часто предлагают сделать какой-нибудь свой курс. В свете вот этих конкурентов, ну, я не хочу делать реально ничего. Потому что я не являюсь носителем английского языка, и делать продукт на английском я не готов. Делать продукт на русском для аудитории, ну, там, 500 человек мне неинтересно. Поэтому, пожалуйста, берите коммерческие продукты, которые есть. Берите Sportis, берите Glaim. Я персонально не люблю King School. Я знаю, люди его любят, я персонально не люблю King School. От него пахнет нафталином. Он очень старый, и эти люди, они, ну, в общем, им не надо уже этого делать. Я их уважаю, как-то, ну, то матч. Да. Я накидал просто сходу, вот реально, я не хочу никого рекомендовать, чтобы у вас не было ощущения. Борисевич нам сказал, что вот этот вот YouTube-канал классный, мы пойдем его смотреть. Но, новый. Идите сами в интернет, идите в YouTube, набираете Ground School Private Pilot, и вам в YouTube вываливается там 15 каналов. Идете по этим 15 каналам и смотрите первый ролик. Какой из вас вам понравится? Я вот, например, часто делаю референс, вот этот вот Pilot Training System, у них есть свой канал. У них офигенно показана вся теория с картинками. У них нет человека в кадре. То есть, закадровый текст и хорошая, красивая анимация. Сидишь, просто смотришь, втыкаешь. Я очень часто своим студентам говорю, если ты не понял какую-то тему, пожалуйста, вот, открой YouTube, иди, лессон открой и почитай. Продуктов полно. Есть коммерческие, есть некоммерческие. Ну, там вот, например, M0A его очень любят, но у него коммерческий продукт, который стоит денег. Хотя сделан, в принципе, на хорошем уровне, на качественном. Вот здесь все бесплатно. Разница в том, что у YouTube только видосики. То есть, ты сидишь, просто видосики смотришь, у тебя нет обратной связи со школой или с тем, кто его дает. А когда ты покупаешь коммерческий продукт, там у тебя может быть и инфографика, и дополнительное прохождение ритм-теста. Ты же ритм-тест не можешь по YouTube пройти. То есть, какой-то интерактив дополнительный, можешь там ответ какой-нибудь получить. То есть, более такой сложный продукт, я бы сказал. Опять же, это все индивидуально. Хотите, выберите видеокурсы, смотрите бесплатно. Хотите, купите. Хотите, берите коммерческие продукты. Письменные тесты. Отвечаю сразу на все вопросы. Если вы хотите дома сидящего, подготовиться к письменному тесту. У меня есть мой любимец. Персональный выбор. Это downplay software. Просто так и набираете. Downplay software, pilot, pilot ground court. Ритм-тест. Есть куча людей, которые любят Глейн. Ну, естественно, есть Шепард, который для private недоступен, но он доступен для коммерческих пилотов и длиннейных. В чем прелесть Шепарда и его же минус? Шепард работает только на меморайзинг. То есть, вы не понимаете ничего вообще, вообще ничего не понимаете, но вас, как обезьянка, учат нажимать красную кнопку. И вы просто, как обезьянка, прогоняя Шепард на протяжении одной недели, гарантированно 90% получите на письменном тесте. Но знаний будет ноль. То есть, я рекомендую Шепард на том уровне, где вы уже линейный пилот. То есть, обезьянка. Когда вы линейный пилот, тогда вам нужен Шепард. Вас заучивают, как нажимать кнопки. Вы их заучили, нажали и все. И пошли, и сдали. Все просто. И еще один популярный вопрос. Финансирование, кредитование, где брать бабки? Я не могу решить финансовых проблем, естественно. Но есть несколько советов общего свойства. Где люди берут деньги обычно? Люди деньги берут обычно у родственников, если их нет. Ну, вообще первый вопрос, конечно, сами зарабатывают. То есть, самый классный ответ – это просто тупо идут и работают. Если вы пропали? Нет, вернулись. То есть, если вы идете на… Я буду об этом еще на самом деле говорить, но просто, если вы морально хотя бы готовитесь к тому, чтобы быть пилотом и регулярно летать, неважно, private, commercial или инструмент, вы должны понимать, что это дорого. То есть, понятие дорого и дешево вообще в мире относительно, да, но это дороже, чем яхта. То есть, если вы на яхте, на обычной парусной, можете на Средиземку за полторы тысячи евро сходить, допустим, да, вот так вот, еще с едой, то на самолете на полторы тысячи евро вы налетаете 10 часов. 10 часов, ну, в общем, это так, ну, там, по выходным – месяц. Если мы говорим про вертолет, то это еще дороже, там, в два раза дороже. Поэтому я потом хотел об этом рассказать, но расскажу, для меня это был вообще нереальный мотиватор. Вот когда я начал летать на самолете, для меня это был гигантский мотиватор зарабатывать больше денег. Я просто тупо хотел умножать свою зарплату каждый раз в два раза. И пока я работал здесь, жил в Москве, у меня зарплата каждый год увеличилась почти в два раза. Ну, просто потому, что мне нужны были деньги, мне нужно было их пихать в самолеты. А из самолетов они вылетают, как вы знаете, да. Есть много популярных картинок, где из турбины вылетают баксы. Так оно и есть. Поэтому вам придется много зарабатывать. Значит, если вы не смогли заработать сами, если у вас нет родственников, кто хочет вам дать денег в долг, семья не помогает и так далее, значит, у вас есть варианты кредитования и финансирования. У нас есть добровольцы, которые вот у нас в первом ряду сидят. Они провели небольшое исследование по поводу кредитов России. Елена, будущий пилот. И мы собрали некоторую информацию по российским банкам. Американцы вам кредит не дадут. Сразу забудьте об этом. Как бы все вопросы типа, можно ли получить кредит в американском банке? Нет. Нельзя. Американцы дают кредиты только держателям грин-карты. В редких случаях держателям рабочих виз с большим сроком. То есть у кого там 5 лет рабочая виза есть и т.д., тому можно получить кредит. Есть специальные программы-гранты, но они настолько нишевые и настолько тяжело и сложно в них попасть и залезть, что я даже не хочу про них говорить, потому что шанс мизерный. Хотя он есть. Потреб кредиты. На образование вам в России и за границей никто кредит не даст. То есть российские банки готовы вас финансировать, если вы идете учиться в российское учебное заведение. Если вы едете за границу, то вам светит только потреб. Ну, понятно, потребы безумно дорогие. 11%, 10%. В каком-то месте, в одном месте, в табличке мне попалось 18%. То есть, ну, короче, потребы будут дорогие. Если вы реально хотите в эту историю поиграться, ну, тогда вот оценивайте свои риски, оценивайте свои возможности. Такая возможность есть. Вот, предварительные требования к заемщику. Почему я рассказываю об этом как о возможности? Потому что у меня реально есть несколько человек, которые сейчас процедуру одобрения уже прошли. То есть, они прошли процедуру одобрения, они сейчас готовы ехать уже учиться в школу. И на мой вопрос, так все-таки как это сложно было? Они при нем присылают табличку и говорят, да нет, не сложно. Вот только если требованиям удовлетворяешь, и кредитная история нормальная, то все у тебя хорошо. Подробно не буду останавливаться, всем все понятно, да? И вот у нас есть вопрос. Для разрешения TSA необходимо сдать отпечатки. Где можно сдать, если они закрыли центры вне США? Нигде. В США. Ну, мы уже ответили на этот вопрос. В США. Когда так сделать TSA, не вне вне США? Потому что TSA, отпечатки TSA, это последний финальный этап, когда уже у вас в руках есть опрулог. С момента подачи аппликации до опрулога 8 недель. Когда у вас в руках опрулог, тогда нужны отпечатки. Когда я всю эту историю задумывал и затевал, на самом деле, она появилась в том числе, ну, понятно, из моего собственного опыта. И вопросы, которые прилетают, которые начинаются со слов «мне» и дальше «запятая», я их могу уже, в принципе, коллекционировать и книжку выпускать. Эти вопросы прилетают всем. Они прилетают к летчику Лехи, они прилетают ко мне. То есть я понимаю, что накапливается опять критическая масса людей, которые хотят вот что-то поменять в своей жизни и поменять какую-то карьеру, может быть, свою, что-то найти новую работу, либо исполнить какую-то детскую мечту, как это было у меня. Я вообще хочу посвятить себе любимому минут пять, не потому, чтобы похвастаться и рассказать, какое классное, а для того, чтобы объяснить, почему я вообще вам все это рассказываю и какое на это имею право. Каждый раз, когда я прихожу на какую-нибудь конференцию, какой-нибудь хер с горы стоит на сцене и что-то рассказывает, у меня всегда у него вопрос первый. Ты кто? Вот ты кто, чтобы нам всем рассказывать, как надо жить, куда нужно бежать и т.д. и т.п. Все эти робины-бобины, ну вы понимаете, о ком я говорю, да? То есть я хочу немножко рассказать историю моей жизни, чтобы вы понимали, почему я здесь сижу и почему я эту историю рассказываю, потому что это поможет вам прочувствовать, что эта вся история настоящая. Я не рассказываю вам сказку про какого-то белого бычка, который там за белыми-синими морями. Вот я здесь живой сижу и там в зале вот я сейчас вижу раз, два, три, четыре человека, которые прошли ровно тем же самым путем и которые летают сейчас в авиакомпаниях и никогда не, может быть, даже не мечтали об этом, пока мне не исполнилось там 30-35 или еще что-нибудь. Я был негоден к службе в армии, я не был, естественно, негоден никакой вообще летной деятельности, и моя жизнь до 35 лет была абсолютно стандартной. Офис, корпоративная жизнь, офис на Смоленском пассаже на 16 этаже, где сейчас ресторан «Белый кролик», я туда прихожу, обычно сажусь за свое рабочее место и смотрю на Кремль. То есть абсолютно нормальная жизнь любого мидл-менеджера, который живет в Москве там больше, чем 10 лет. В 2005 году у меня случился мой первый полет, это был самолет Су-26, я летал на пилотаж, Светлана Лупанова, трехкратная чемпионка Европы. Так получилось, и это не специально, просто так получилось. Это был очень крутой опыт на самом деле, меня тогда вштырило. Вот меня вштырило настолько, что я 5 минут просто тупо стоял возле сучка и вот просто втыкал и думал, блин, что это вообще было. На самом деле здесь выпало два слайда, я хотел показать первый самостоятельный вылет и что было до этого. А до этого вот там на баре стоит человек Андрей. Андрей, махни рукой, я хочу, чтобы все тебя видели. Симуляторы, господа. Это симуляторы, да. У Андрея когда-то была очень известная в узких кругах пилотажная группа, которую он назывался ЦПВЛ. Центр подготовки виртуальных летчиков. Я в эту группу ходил с 2004 по 2005 год каждое сука воскресенье или в субботу мы собирались в интернет-кафе. 20 дебилов, которые запускали лакон симуляторный, загружали Су-27 и мы там на джойстиках летали и делали всю вот эту операцию. Мы пародировали русских витязей. Слово пародировали здесь неправильно, потому что мы реально пытались копировать русских витязей. А Андрей это тот человек, который эту группу создал и вообще выстраивал там такое военное, реальное военное училище. То есть когда я думал, что я пойду летать на джойстике, я думал, что это будет хихоньки-хахоньки. Я такой пришел на джойстике, полетал, все кайфанули и трындец. Он меня не допускал на самом деле к полетам в группе, пока я не сдал ему РПП по аэродрому. На секундочку. Крутейшая школа, реально крутейшая. И после, когда люди спрашивают, нужно ли заниматься виртуальным пилотированием, верпилами быть. Да, это классная штука. Если вы занимаетесь этим не хихоньки-хахоньки, а всерьез. Неважно в каком симуляторе, это реально действительно помогает. Я после ЦПВЛ сел в Су-26 со света и самостоятельно сделал две бочки, две петли. На мой вопрос, на ее вопрос, типа, как ты это сделал? Я говорю, ну как, как, я там на джойстике летаю. Я говорю, а разницы-то никакой. Меня пытались обвинить в том, что я летаю не в первый раз. Что я их обманываю, что это не мой первый полет и что вообще, типа, все было не так. Ну, это было действительно так. Это был первый полет и я мог нормально пилотировать самолет. Абсолютно адекватно. Андрюха, спасибо. После этого я пошел в аэроклуб Кубинку, летал на самолете с Ленису-42, потом ЯК-52, стал инструктором, летал на высший пилотаж. В 2009 году случилось несколько катастроф в один день. Кто в теме, те в курсе. Игорь Ткаченко из русских «Витязей» погиб. Погибла Светлана Федоренко и погиб еще один инструктор. Я их всех лично знал. В 2009 году я сказал, нет, все, больше никаких полетов не будет, баста. Я ушел и второй раз вернулся только в 2011 году. Вернулся я на вертолеты, потому что самолеты мне казалось уже скучные. Я пошел летать в аэроклуб Пунькова, авиамаркет. Сейчас он называется Хелепорт. Хелепорт Москва и Хелепорт Истра. А в 2013 году я полностью ушел в авиацию с головой. Я расскажу, почему это случилось. Но на самом деле прикольно, когда я начинал вести блог flydreams.ru в 2005 году, я даже не мог себе представить, во что вырастет вся эта история. И я не мог себе представить, во что вырастет вся история вообще flydreams. Потому что flydreams сейчас это в принципе, ну это уже такой неким небольшой малюсенький персональный авиационный бренд. А во всем моем блоге flydreams.ru можно с 2005 года посмотреть, как вся шла история. Первый самостоятельный вылет, первый вылет NEC 52, бла-бла-бла. Очень прикольно на самом деле. Для меня прикольно. Ну и канал на ютюбе я веду только с 2018 года. У всех своя история. Кто-то приходит в авиацию по разным причинам. В моем случае это мой отец, который абсолютно скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. И это было толчком для того, чтобы я это сделал. То есть в тот момент, когда были все эти похороны, процедуры, процессы, я рассказывал несколько раз уже об этой истории. Для меня она очень важная, потому что я подумал, в плене мне 35 лет. В 60, ну это типа послезавтра. То есть остается 25. А 25, в принципе, не так уж и много, если ты хочешь что-то успеть. Если ты хочешь поменять карьеру, страну, там, не знаю, семью, жену. То есть это, в принципе, 25 это ни о чем. 25 мы обычно к 25 заканчиваем университет и находим свою первую работу. Правильно? То есть считайте, что осталось меньше, чем 50% жизни. Меня это так рубануло. То есть вот просто на следующий день я купил билет в Штаты и сел в самолет и улетел. Я думаю, что такая история есть у кого угодно. То есть у кого-то какие-то были, может быть, мысли до этого, а потом какой-то толчок появился. Может быть, еще что-нибудь. Короче, с 13-го года я летаю уже, как я считаю, более-менее профессионально. Хотя в авиации слово профессионально вообще употреблять довольно стрёмно. Я до сих пор не считаю себя профессиональным пилотом, к слову. По Америке у меня был первый фейл. Четыре месяца я провел в США, потратил 40 тысяч долларов, вернулся без ничего. Без лицензии, без коммершала, без инструмента, без ничего. Поэтому все, что я рассказываю, все, что я показываю здесь, это чисто прожитая история, как она бывает в чистом виде. И оттуда родилась идея летной школы, потому что в одной школе с меня качали бабки, во второй школе постоянно ломались самолеты, в третьей школе инструктора появлялись, исчезали внезапно просто, ну, как бы появились, потом бах, исчезли. И все это привело к тому, что я завалил сначала инструментальный чекрайт, потом у меня стырили летные книжки. Когда я пришел на коммершал, он мне сказал, типа, а где у тебя 350 часов налета? Нет у тебя никакого налета, едь домой и восстанавливай летные книжки, чем я, собственно, и занимался. Поэтому я вернулся в Россию, и, к счастью, не знаю, Миша Юшков здесь или нет. О, Миша, спасибо тебе большое. Этот человек сзади, вот Миша Юшков, взял меня на работу. Это был 2014 год, февраль. Я был как побитая собака, у меня не было, значит, бабла, потому что я все потратил на эти долбанные полеты в Америке. У меня не было работы, потому что я уже ушел из менеджерской жизни. Я не мог устроиться обратно, потому что я не понимал, куда мне идти. Если я пойду сейчас обратно в IT-шную индустрию работать, то, ну, какая-то такая, блин, что это я сдался, что ли, получается? Облажался и пойдешь обратно когда-то там в офис сидеть. Короче, было все очень тоскливо. Вот, и Миша мне предложил в Хелепорт Москва заниматься авиационными путешествиями. На вертолете, надо сказать, я так долетал, но плохо. Но благодаря Мише я начал летать на нем гораздо более лучше, как говорят. В итоге за год я облетел почти всю Россию, пол России, Европу, налетал 600 часов на разных типах. И в 2014 году начал искать финансирование под летную школу, потому что я хотел это сделать. То есть у меня внутри зрела тема, что надо сделать, блин, хорошую летную школу. Надо зафигачить нормальную летную школу, где будет все прикольно. В 2015 году так все и получилось. Я приехал учиться на Коммершал, нашел летную школу SkyGalovation Academy, и мы ее купили. Как мы ее купили? Часто спрашивают, как ты оказался в Америке, бла-бла-бла. Я не хочу на этой трассе сейчас много времени, но там ничего секретного нет. Если кто-нибудь зайдет на афишу.ру и наберет афишу.ру, Андрей Борисевич, там будет интервью 2015 года, в котором подробно написано, как я покупал эту летную школу и т.д. и т.п. С 15 года я живу, соответственно, в США. Основанием для того, что я там нахожусь, это как раз таки летная школа, это бизнес. И у нас есть еще до хрена всяких бизнесов сопутствующих, про которых я тоже чуть позже расскажу. Ну, летная школа – это не все. То есть за несколько лет пришлось сделать много чего. С точки зрения летных моих каких-то credentials, что я себе представляю? У меня сейчас 4000 часов налета. Я, естественно, линейный пилот. Я пилот-инструктор на CFI, CFII, MII, поэтому достаточно квалифицированно могу отвечать на вопросы, связанные с обучением. С недавнего времени я вернулся на пилотаж. Я летал раньше на ЭК-52, сейчас я летаю на ЭК-3330. Вот наша птичка стоит у нас в ангаре, катаю в том числе всех желающих. Я капитан на Леер-Жете на 60-м, до сих пор я летаю на Леере как порт-тайм. То есть я сейчас не летаю фулл-тайм, полтора года я отработал капитаном как фулл-тайм. Сейчас я работаю, когда я захочу, то есть просто по звонку. У меня есть тайп-рейтинг на Airbus 320, но эта звездочка говорит, что я никогда на Airbus 320 не летал. И это уникальная история с американскими всеми этими штучками. Учитывая, что у меня в одном кармане лежит CFI, а в другом кармане Airbus 320, я могу учить вас летать на Airbus 320. Даже не летая на реальном. У меня есть четыре ходки через Атлантику. Я летал на однодвигательных самолетах два раза в прошлом году, два раза в этом году. В сентябре я перегнал цирус 22 в Харьков. Это уже второй цирус в Харьков. И я слетал в кругосветку в прошлом году. Кому интересно, летим by, можете посмотреть. Еще одна кругосветка будет в следующем году, я надеюсь. Короче, я точно могу вам рассказать, как это сделать. Вот сто процентов, потому что я все это прошел сам от начала до конца. И это невыдуманная история, она настоящая. Sky Eagle, мы еще не говорили про мою школу, но как раз самое время, значит, ну история Sky Eagle в общем простая. Это была школа, в которой было два самолета, в которой был один кабинетик. И работало там два, по-моему, или три инструктора, что-то типа такого. Когда я взял ее в управление в 15-м году, у нас не было еще пар 141, у нас был только провиженного пар 141. Ну и короче, здесь вот расписано, что мы сделали. Я полностью перешел на свой собственный флот, мы получили пар 141, мы стали авторизованными с ИРУ с тренинг-центром. И в 18-м году мы наконец-то получили право на выдачу студенческих виз, чего я лично добивался три года. Бюрократия в Америке гораздо круче, чем в России, поверьте мне. Она пробиваемая? Она пробиваемая, да. Она пробиваемая без денег. То есть ни в коем случае не надо пытаться делать российскими способами, заходить и пытаться давать деньги, искать знакомства, это не работает. Только просто официально долбишь, долбишь, долбишь и долбишь. Рано или поздно ты это делаешь. И вот в 19-м году, мне кажется, мы скаканули конкретно в другое качество. Сейчас у нас уже есть курс ATP-CTP. У нас есть тайпрейтинги Airbus 320, которые мы еще не начали выдавать, но в декабре начнем. У меня появилась самолетная роботика, мы очень сильно выросли. И я надеюсь, в декабре мы переедем даже в новое здание. Я пока не хочу его показывать, но это будет реально крутая штука, если все получится. Пропустим. Fly Dreams. Вот тот блок, с которого все началось в 2005 году. Я под этим брендом сейчас развиваю все наши supplemental проекты. Помимо того, что у нас есть тренинг, я занимаюсь еще продажей самолетов. То есть любые single engine, multi engine, большие, маленькие вертолеты, это все можно продавать и притаскивать из Америки. Можем притаскивать в контейнерах, можем притаскивать своим ходом. В контейнерах мы отправляли самолеты уже в такие удаленные точки, которые за Новой Зеландией на карте не видны. Там есть такие острова, куда мы тоже отправляли свои самолеты. В этом году мы запустили чартерную авиакомпанию. Сначала на Cirrus, потом мы будем летать на King Air. Это маленький шаг на пути в авиалинии. И я занимаюсь еще авиапутешествиями. Опять же, благодаря Мише я подсел на тему авиапутешествий на вертолетах. Сейчас я делаю авиапутешествия на всем. Хотите на вертолете, хотите на самолете, хотите на Аляску. У нас есть человек здесь в зале, который со мной на Аляску летал недавно в июле. Об этом у нас даже есть видео на YouTube. Много. Кросс-атлантики и т.д. и т.п. Сейчас я могу делать сложные проекты, практически любые. Дальше мы будем разговаривать. У нас есть гости здесь. Я дальше буду рассказывать, как вы можете это сделать. Какой вообще есть путь. Как я уже говорил, у меня здесь есть друзья в этом зале. Я безмерно уважаю то, что они сделали. Потому что путь этот реально сложный. Все, кто мне сейчас писал комментарии из тех, кто этот путь прошел, все говорят, пожалуйста, не надо сеять ложную надежду в этих ребятах. Пожалуйста, не надо им рассказывать, что это там типа просто. Чуваки, это не просто. Это реально не просто. Это вот взять себя, сломать себе две руки, вывернуть, завернуть за спину и снова склеить. Это реально не просто. И каждый, кто здесь в этом зале это проходил, могут вам это подтвердить. Когда вам 35+, есть что терять. Когда есть семья и т.д. и т.д. Это как бы... Это тема, короче. Когда 23 тысячи щенок, прости. 23 это не перелом жизни. Я там тоже будет слайд. 23 ты просто начинаешь свою карьеру и ты пошел, пошел. Какую ты карьеру выберешь, от тебя зависит. Когда тебе 35 и ты всю жизнь был инвестбанкиром, а потом ты сел в самолет. Это немножко другая история. То есть ты теряешь все. Ты теряешь деньги, ты теряешь статус, ты теряешь, может быть, в личного водителя. То есть как бы все. Все, что у тебя было, оно все теряется. Люди теряют семьи. Мы сейчас тоже об этом будем говорить. 99% людей, которые прошли этот путь, потеряли своих жен. Просто потому, что жена выходила за другого чувака. То есть она выходила замуж, когда чувак был перспективным менеджером. Когда он там был кем-то банкиром и так далее. А потом бах, оказывается, через 10 лет, что она вышла за пилота. У пилота бабла нет. Четыре года у него бабла не будет. Он там в долгах, как в шелках. Его там во все дыры как бы. Вот наш пилот сейчас кивает. В итоге жена говорит, слышь, Вася, ну нахер ты мне нужен был вообще. Я за тебя замуж, а с другого выходила. И таких примеров, вот 90%. К этому вы должны быть тоже готовы. Я сейчас говорю про тех, когда я говорю за x, 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 я говорю условно за 30. То есть ну там до 30 ты все-таки еще не устоявшийся. То есть у тебя там какие-то колебания. Даже у кого карьера сложилась, все равно ты еще там плюс-минус. Когда ты уже за 30-кой, ты уже переходишь в состояние, когда ты уже стабилизировался. Все, ты плывешь по волнам, как бы ты уже знаешь, что ты делаешь. А дальше может произойти что угодно. Большинство людей не в состоянии сделать этот шаг, я честно скажу. Большинство людей не могут просто в силу своих психологических особенностей или еще что-то. Это страшно. Это как выйти из окна. Вышел ты же не знаешь, что там дальше-то будет. Секция разбита на две подсекции. Первая про частных пилотов. Потому что кто-то не хочет быть коммерческим. Кто-то хочет быть только частным и все. Мы сейчас разберемся с частными пилотами. Если вам дальше не интересно, никто не обидится, вы можете пойти. Частные пилоты. В авиации, в мировой авиации все начинается с частного пилота. К сожалению, опять же, в России мы сейчас будем об этом разговаривать. У нас есть специальный гость, который расскажет про ситуацию с частными пилотами в России. У нас есть два гостя. Если Миша захочет что-нибудь рассказать, я тоже дам тебе слово, Миша. В реальности частный пилот – это база. Это то, с чего начинается любая авиация. В Америке, в Европе, вообще везде. Это люди, которые хотят в свое удовольствие летать на самолетах или на вертолетах just for fun. Которые не хотят делать из этого профессию. Которые не хотят зарабатывать на этом деньги. И которые просто хотят получать какой-то кайф от жизни дополнительно. Значит, как я уже сказал, это доступно любому человеку без ограничения возраста, но с ограничением достатка. То есть цифры, которые я озвучивал до этого, они реальные. Если вы не зарабатываете на то, чтобы тратить тысячу долларов в месяц, условно говоря, на полеты. Пятьсот долларов в месяц на полеты. Двести долларов на полеты. Ну, как бы это не тема. Так, я когда-то ушел прыгать в Коломну в 2003 году. Я пошел прыгать в Коломну, потому что у меня тупо не было денег на полеты. То есть я посчитал, сколько нужно денег на полеты. А потом зашел такой, он в Коломну, в Аэроград такой. Опа, ой, а прыжок-то стоит всего, ха-ха-ха, 800 рублей. Ну, блин, смешно. Когда ты туда смотришь и вот сюда смотришь, ну, сравнений никакого нет. А небо, в общем-то, одинаковое. Я отпрыгал полтора года в Коломне, так что, в принципе, с тряпочными знаком. Вам нужно, чтобы быть частным пилотом. Медицина. В разных странах разные требования. В США это третий класс. В России нам Костя расскажет. Способности летать есть практически у всех. Я написал цифру 97%, потому что я где-то читал исследования, я не нашел пруфа, что 3% людей в мире не способны летать вообще. То есть, сам аппарат, мозжечок и все остальное. Одна голова и уши. Не сбивай меня. То есть, не могут. Есть у кого-то проблемы, например, при посадке определения земли. Я называю это чувство жопы. Если жопа не болит, и ты не понимаешь, что ты сейчас ей ударишься, то человек может удариться. Вот если чувство жопы не вырабатывается там условно за 20, 30, 40, 50 часов, но как бы есть нюансы. С этим человеком нужно поработать и понять вообще состояние он летать или нет. Это глазомер, это координация. То есть, много есть разных нюансов. То есть, я не готов сказать, что физически здоровый человек 100% полетит. Я откладываю 3% на то, что есть люди, которые не полетят. Просто в силу своих психофизиологических особенностей. Учиться надо много. Неважно, где вы. В России, в Европе, в США. Это отдельный проект. То есть, я знаю много людей, которые сделали в своей жизни все. Тачку купил, яхту купил. Там, что, пошел лицензию шкипера получил. Ко мне часто прилетают письма. Типа, да, я вот тут на днях получил лицензию шкипера. А может, мне там еще private pilot сделать. Ну, то есть, человек не понимает, в принципе, разницы между шкипером и барботом, который ходит в Средиземке на яхте. Который он за 7 дней получает. И пилотом, который, вообще говоря, летает, черт знает где. То есть, если отмотать лет на 50 назад, то для большинства людей это запредельная история. Вообще запредельная. Человек летает, блин, сам на своем маленьком самолете. В Америке это окей, как бы в Советском Союзе этого вообще не было. Поэтому у таких людей могут быть сложности с пониманием, сколько нужно вложить усилий, труда в то, чтобы вообще полететь. Есть масса людей, такого типа, про который я рассказал сейчас, которые все в жизни сделали, им нужна галочка. Я, блин, еще могу летать на вертолете. Я могу летать на самолете. Но они не готовы в это вкладывать, там, в знание теории. Фатальная история. Рано или поздно это приведет к чему-то нехорошему. Рано или поздно это обернется какой-нибудь, в лучшем случае, инцидентом. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы вы просто могли кайфовать. Ачивка это хорошо. Но я хочу сказать со своей стороны, для меня ачивка это плохой мотиватор. То есть, когда человек говорит, что он хочет это для галочки, для того, чтобы, ну, типа, я же там альфа-самец, у меня все есть, как бы еще мне будет private pilot license. Это плохой мотиватор, потому что это говорит, что у человека нету реально passion. У него нет страсти летать. У него есть желание галочку поставить. Это немножко другая история. Вы можете купить себе воздушное судно. Это, конечно, такой вопрос не самый простой в России. Есть много нюансов, есть много там запретов, есть куча ограничений. Но, тем не менее, мы же знаем, что есть люди, которые в России летают на самолетах. Их много, да, на маленьких. Поэтому ничего невозможного нет. В Европе летать легче, в США вообще элементарно. У меня есть люди, которые из Европы прилетают к нам летать в США, потому что в Европе стало летать невыносимо дорого. Каждый взлет-посадка 15 евро в Германии. Они перестали летать в Германию, они приезжают в Америку, где все бесплатно, берут у меня Cessna, летают 7 дней, возвращаются в свою Германию. И говорят, фантастишь, фантастишь. Все получилось. Private pilot – это отличный способ почувствовать, нужно вам это или нет. То есть вы еще не вписываетесь как бы на полную, да? Но вы еще не знаете, хотите ли вы этим заниматься 100%. Хотя я могу вам точно сказать, люди-маньяки, которые хотят поменять свою жизнь, вот как я поменял, мы точно знаем, что мы этого хотим. Даже если нам там что-то будет не получаться, куда-то не… Мы все равно добьем, по-любому. Если вы еще колеблитесь, и вы не понимаете, хотите ли вы быть коммерческим пилотом, хотите ли вы летать на перевозке и т.д. и т.п., ну попробуйте с Private начать. Это все равно ваш первый шаг. Начните с Private, начните летать, купите себе самолет, полетайте в складшину с друзьями. Блин, через год вас может быть попустят. То есть реально через год может быть окажется, блин, да ладно, че, ну… А, неинтересно, пошел дальше на яхтах кататься. То есть как бы это хороший тест. Ну и это фу-фан. То есть летать на самолетах и летать на вертолетах – это просто нереальный фан. Он стоит денег, но реально он того стоит. Я знаю несколько человек, несколько человек, которые в жизни перепробовали вообще все и остановились только на летании. Просто потому, что больше ничего их не штырит. То есть нет такого активности, нет такого чего-то в мире, чтобы штырило их больше, например, чем полеты на самолетах или вертолетах. Состав программы Private Pilot почти во всем мире всегда одинаковый. То есть здесь нет никакого rocket science, требования ИКАО одинаковые для всех. Они могут адаптироваться и каким-то образом модифицироваться в разных странах. Но это, как правило, 40 летных часов, иногда 42 почему-то. Ну вообще 40. Какое-то количество теорий, я не пишу какое, потому что все школы дают разные. Тут дают 200 часов, тут 125 часов. В США мы все даем на самостоятельное ваше обучение. Хотите учить, хотите не учите. В середине курса сдается письменный тест. В России один сдается, в США один сдается. В Европе я обманул не 14, а 9. 9 на Private, а 14 на ATP. И в конце нужно отлетать проверку с инструктором-экзаменатором. Это в Российской Федерации, либо просто с экзаменатором в США и Европе. Кто у нас здесь? Я хочу показать вам все три основные страны и все три основные особенности, где вы можете получить лицензию частного пилота. И для российской части я хочу пригласить нашего гостя, вообще единственного гостя на сегодняшнее мероприятие. Он достоился нереальной чести. Это мой друг Константин. Выходи, ты пока плавные идеи, я тебе буду рассказывать. Это мой друг. Невероятно крутой чувак. Я вам сейчас когда расскажу его короткую историю, если он позволит, вы просто не поверите, что это он. Здорово. Цепляй пока микрофон. Мы познакомились с Костей. Когда он в 2007, да? Мы ее с тобой выяснили. В шестом. Когда летали на семью? Нет. У летчика Лехи на выставке. У летчика Лехи проходила выставка «Небо мое». Первая выставка, где он представлял свои фотографии. Летчика Леха, я думаю, все знают, да? Есть кто-то, кто не знает, Летчика Леха? У него была первая фото-выставка, и на этой фото-выставке собрались ну такие типа любители неба, типа меня. Я тогда еще не летал вообще ни на чем, по-моему. Я еще даже в Кубинке не летал. Только Верпилом был на джойстике. И мы там встретились с такой группкой. У нас есть фотография общая, где стоит Василий Васильевич Ершов. Если кто-то знает, кто такой Василий Васильевич Ершов. Стоит рядом с ним Костя Лобецкий, а с другой стороны стою я. И мы втроем разговариваем. И мы как раз, я помню, дискуссия началась с Верпилов. Мы начали разговаривать про виртуальное пилотирование. Ершов такой говорит, да, чуваки, это нормальная тема вообще. Надо летать на джойстиках. Конечно, я поддерживаю. И мы, короче, зацепились, дискутировали на эту тему бесконечно долго. А потом мы с Костей познакомились. И вдруг я выясняю, кто этот человек в реальной жизни. Ты ты летал тогда уже или нет? Еще нет, только в симуляторах. То есть он летал в симуляторах тогда. Я летал в симуляторах. И я летал в симуляторах. Я начал в шестом летать, Костя начал летать в седьмом. Бывший бас-гитарист группы Звери. Добро пожаловать. Константин. Это в гражданской жизни. На самом деле у Кости было много разных вещей. Костя знаменит там и бизнесом и так далее. Но тем не менее, один из примеров, какие могут быть трансформации из кого в кого. То есть бас-гитарист группы Звери через несколько шагов бросает музыку, все дела. И на сегодняшний день это один из немногих инструкторов, экзаменаторов России, кто может принять у вас экзамен на частного пилота. Костя. Спасибо за приглашение. Всем добрый вечер. Много друзей, но для тех, кто меня не знает, Андрей уже несколько представил. Значит, как говорил Андрей, да, почему я здесь и кто я такой в двух словах. Я, да, был когда-то музыкантом, поменял бас-гитару на штурвал. В общем-то, уже больше десяти лет назад и ни разу об этом не пожалел. Что? Не жалеете? Ни разу не пожалел, это замечательный период в моей жизни. Начал летать... И потом уже налетав определенное количество часов, стал коммерческим пилотом, пилотом-инструктором, поступил в академию в Санкт-Петербурге. И была переподготовка на тип воздушных судна в США. Сейчас я работаю, основная деятельность связана с полетами бизнес-авиации на джете. И все свободное время летаю с курсантами. И либо факультативно, либо переучить кого-то с типа на тип, кого-то вести на пилотаж и так далее. Поэтому welcome. Мои контакты есть у Андрея, есть в друзьях. Что еще раз? Фальку. Значит, ну, сейчас мы поговорим о том, как стать частным пилотом в России. На сегодня тут есть небольшая опечатка, Андрей, ты указал только частные учебные центры. На самом деле есть еще один государственный учебный центр, это ЦПСАП Новосибирь, центр подготовки авиационного персонала, в котором я проработал... По-моему, это на следующем статике. Возможно. Да. Значит, это либо частные школы, либо государственные. Чтобы стать частным пилотом в России, первое, нужно открыть ФАП-147, это федеральные ауциональные правила, где четко прописаны требования к частному пилоту. Это исчерпывающий перечень требований, в которых все, в общем-то, предельно ясно, там, старше нужно быть 18 лет, иметь, пройти в ЛЭК, либо по первому, либо по второму классу, и так далее, и так далее. Но есть одно большое но, которое появилось у нас только с 2016 года, если не ошибаюсь. Теперь нет подготовки просто после школы, то есть недостаточно иметь возраст 18 лет и пройти в ЛЭК для того, чтобы стать частным пилотом. Нужно иметь какое-то среднеспециальное, как минимум, образование. Это либо среднеспециальное, либо университет и так далее. Так как все программы, которые были утверждены после 2016 года, они называются программой профессиональной переподготовки. То есть нужно быть, корочку иметь какого-нибудь, не знаю, там, кулинара, сантехника или кого-то еще для того, чтобы вас из кулинара переподготовили в пилота. Так, в общем-то, программы практически идентичны, они отвечают требованиям ИКАО, и в среднем нужно налетать по программе не менее 40 часов. Из них не менее 10 часов самостоятельного налета, 3 часа ночи и 1 час приборных полетов, полетов под шторкой. По факту никто не укладывается в эти часы, и, конечно же, приходится добавлять упражнения какие-то курсантам, у которых не идет одно или другое упражнение. Где-то методические полеты нужно добавить с целью быть уверенным, что этот человек справляется с данным заданием и упражнением. Потому как на сделку со своей совестью ни один инструктор мира не пойдет, соответственно, нужно быть уверенным, отдавая человека на экзамен, что он сатисфай. Значит, по факту в среднем подготовка занимает порядка 45-48 часов. Это среднестатистический частный пилот, который учится с нуля. Если речь идет о том, что человек приходит и происходит переподготовка из ведомства в ведомство, ну, скажем, из госавиации, из государственной или экспериментальной человек приходит в гражданскую авиацию, а частный пилот – это тоже гражданская авиация, то человек с каким-то опытом, конечно, да, можно несколько сократить программу в разумных пределах, но она должна быть все равно удовлетворять требования не менее 40 часов быть. Случаи есть разные. В среднем теория у нас занимает сейчас в России, раньше было 270 часов, сейчас, если не ошибаюсь, от 220 до 240, зависит от учебного центра. И далее зависит от того, как вы договоритесь со всей группой, насколько интенсивно вы будете заниматься. Потому как это может быть, если очень интенсивно, вы можете всю теорию отсидеть и за месяц. Но если это группа выходного дня, когда люди совмещают с бизнесом, с основной деятельностью, с работой, когда нет возможности посещать каждый день, то, конечно, будет это все растянуто во времени и в среднем занимает где-то 3 месяца. Это теория. Далее идет наземная подготовка и… Теория обязательно в классе слушается. Да, да. Сейчас обязательно выслушать теорию в классе, сдать устные письменные экзамены и получить отдельный сертификат. Только после этого вы получаете добро на прохождение наземной подготовки и тренажа. Если есть сертифицированные тренажеры, то это тренажерная подготовка. Если это без тренажеров, то есть так называемая тренажная подготовка. То есть мы сидим с курсантами в кабине воздушного судна, отрабатываем какие-то необходимые действия по работе с арматурой кабины, по каким-то действиям в особых случаях, какие-то аварийные процедуры по аварийному покиданию кабины, действия в спассистеме, если она установлена на воздушное судно и так далее. После прохождения наземной подготовки и тренажа курсант допускается до прохождения летной подготовки, которые из себя представляют набор, стандартный набор стандартных упражнений, выстроенных последовательно друг за другом и имеющие определенную очередность. Что является большим плюсом, хочу на этом сделать большой акцент, любой авиационный учебный центр в России, неважно государственный или нет, в отличие от летных училищ гражданской авиации, дает самостоятельный налет. То есть действительно человек находится один на борту воздушного судна, когда мы его выпускаем в первый самостоятельный вылет. И это важный такой этап психологический вырождение любого пилота, потому как сейчас, насколько мне известно, вроде бы изменили правила в летных училищах, но до некоторого времени не было самостоятельных вылетов у ребят вообще. Они летали как минимум либо с инструктором, либо два человека в кабине. Но вот сейчас, по-моему, все-таки изменения какие-то их коснулись. Не летайте, да? Летайте. Летайте. То есть сейчас начали летать? Замечательно. Я очень рад, потому что, согласно приложению к ФАП-147, это приложение номер один конвенции КАО, в конце, мало кто читал, но там в конце есть определение, четкая расшифровка терминов, используемых в этом ФАПе. Там есть понятие самостоятельный налет. Что такое самостоятельный налет? Это когда курсант является единственным лицом на борту воздушного судна. И по этой причине, в принципе, очень большое количество людей, выпускаемых из летных училищ, они, в принципе, не соответствуют требованиям того же ФАП-147. Так вот, если вы пришли учиться на частного пилота в России в любой абсолютно учебный центр, у вас будет как минимум 10 часов налета самостоятельного. Это действительно вы будете находиться один на борту воздушного судна. Я, в принципе, как человек, который начал летать с ДОСАФа в свое время, не представляю, как можно вообще не летать одному в самолете. Это, в общем-то, просто очевидные вещи для зарубежных учебных школ в том числе. Значит, это что касается самостоятельных вылетов. Далее вы отлетываете всю программу. Есть самостоятельные полеты по кругу, самостоятельные полеты в зону и самостоятельные полеты по маршрутам. После выполнения всех упражнений по программе вы переходите к летному экзамену, и экзаменатор принимает у вас летный экзамен. Значит, никакая теория перед этим летным экзаменом не сдается, потому что вы ее уже сдали перед тем, как начать летать в учебном центре. Отлетываете экзамен, заполняются документы на выдачу свидетельства пилота частного. Все это дело вы относите в местное территориальное управление, независимо от места жительства. Если вы живете в Москве, можете отнести в Сыктывкар, Новосибирск, Хабаровск, куда угодно, и также наоборот. Вы оплачиваете госпошлины и получаете свидетельство частного пилота. Что? Теорию вы сдаете. А, извиняюсь, я забыл добавить важный момент, что это тестирование. Да, в Росавиацию вы приходите, сдаете тест. Ну, это, в общем-то, такая самая простая часть, наверное, потому что есть куча приложений, точнее, куча возможностей для того, чтобы выучить, и есть онлайн возможность все это потренировать. Что можно делать дальше со свидетельством частного пилота в России? Самый важный момент. Зачем оно нужно и так далее. Как говорил Андрей, действительно, это прекрасная возможность почувствовать и понять, нужно вам летать вообще или нет. Потому как были у нас на нашей практике случаи, когда люди сначала покупали самолет, а потом приходили учиться. Сначала не проходили в ЛЭК и только перед учебой, после сдачи теоретических экзаменов пытались пройти в ЛЭК и напарывались на какие-то трудности, и тоже не шло у них это дело. После чего было принято решение брать на теоретические курсы только те, кто уже прошел медкомиссию и имеет эту карточку. Так вот, что делать дальше с этим свидетельством частного пилота? Да, это требования минимальные по налету согласно федеральным ценным правилам ФАП-147. То есть общий налет не менее 40 часов, самостоятельные 10, но здесь видно по маршруту и так далее. Справа я привел пример стандартное заполнение справки на выдачу пилотского. Буквально курсант где-то недели две назад принимал у него экзамен и заполнял эту справку. То есть видно, что по факту количество часов чуть больше, чем требует ФАП. Что касается ночных полетов, лично мое мнение, уделяю чуть больше внимания ночным полетам и количеству заходов. И маршрутные полеты протяженностью не менее 270 километров, тоже мы летаем два полета. Пользуемся тем, что у нас, когда летал в Новосибирске в этом федеральном учебном центре, есть возможность летать на Алтай. И по пути во время этих двух полетов протяженностью не менее 270 километров мы летали и давал еще курсантам два горных аэродрома. Это хороший экспириенс такой для них, потому что помимо равнинных аэродромов, в горах летать интересно, красиво, но требуется особая подготовка. Значит, что делать дальше с этим свидетельством? Я правильно понимаю, что ты финальная инстанция? То есть, если с тобой человек слетал, и ты как экзаменатор принимаешь его, что он слетал правильно, годный и все знает, то ты подписываешь, и по твоему представлению ему выдаются приводские лицензии. Да, не совсем представление, это называется заявление. Представление, если подает эксплуатант. Человек сам на себя пишет заявление и приносит его Росавиацию. Да, действительно, мне передает инструктор, который готовил этого человека пакет документов, это задание на тренировку, полностью заполнены наземная подготовка, три наши кабины и отлет всей программы, после чего, где есть вывод, что, значит, прошел летную подготовку в полном объеме, можно допустить там и так далее. А учился он в августе? Да, это учебный сад. Частому инструктору в России учиться нельзя? К сожалению, нет. Это большая проблема, но, несмотря на то, что в законодательстве прописана такая возможность, это есть, но на многих конференциях с Росавиацией они сказали, ребята, скоро поправим, забудьте про это, даже не тратьте силы, время, деньги, и такого не будет. Значит, да, я подписываю эту проверку, в случае, если человек удовлетворяет требованиям, то есть проверяется квалификационно, во время этой квалификационной проверки проверяется соответствие требованиям к частному пилоту. Были случаи, конечно, что люди не сдавали, конечно же, я так же не хочу, как ты говоришь, рисковать и никогда не пойду на сделку со своей совестью, поэтому... Но были случаи, да, на маршруте люди блудили, приходилось возвращаться, и там залетали в зону парашюта прыжков и так далее. Ну, либо кто-то не сдает стандартную зону круга. То есть экзамен состоит из двух частей, это зона круг и маршрут самолетовождения. 95% все сдают, то есть задача завалить, ни у кого не стоит. Но, тем не менее, действительно, объективный контроль он есть. Так вот, вы обладатель заветной корочки начального этапа, первой ступеньки в жизни каждого пилота, свидетельства частного пилота. Что с ним делать? Куда летать в России? Можно ли летать с этим свидетельством за рубежом и так далее? С этим свидетельством можно летать в России раз, можно летать за рубежом и во всех странах два, на самолете с регистрацией Российской регистрации. Валидировать это свидетельство, к сожалению, нельзя. В свое время я валидировал свидетельство частного пилота, еще любителя даже в США в 2013 году, но не успел приехать забрать. После этого, как вам известно, Росавиация не отвечает на верификационный letter, но про это нужно просто забыть. К сожалению, никак этот вопрос не решается. И та самая госпожа Лиза Фишера, о которой говорил Андрей, это действительно уникальный человек, который найдет всегда время ответить на телефонный звонок, и на email она не отвечает, Ctrl-C, Ctrl-V. Это действительно развернутый ответ на твои конкретные вопросы. Это просто робот, по-моему, который отвечает всему миру. Я представляю, сколько там пишут китайцев из Латинской Америки и так далее. Да, к сожалению, валидировать это свидетельство нельзя. И я, имея свидетельство частного пилота, коммерческого пилота в России, сейчас в следующем году планирую, несмотря на свой налет 3000 часов, планирую ехать и учиться с нуля в США. Поэтому придется делать так. Но, что касается частного пилота, в России можно летать. Да, можно летать, можно приобрести самолет, можно приобрести воздушное судно, летать с удовольствием по бизнесу, по делам, возить семью, путешествовать просто и так далее. Можно летать на спорт. Рано или поздно становится скучно летать вокруг песочницы, как мы говорим, там простые круги и зоны, и где-то после 50-100 часов человеку становится элементарно скучно. Здесь варианта два, даже три. Первый вариант – это начать летать длинные маршруты. В принципе, это все вполне возможно и абсолютно реально. В этом году мы пролетели Россию с курсантами и так далее. От Дальнего Востока до Крыма и обратно несколько раз. Б – это летать на спорт. Это высший пилотаж. Можно также приобрести воздушное судно, стать членом сборной при желании потягать и подавить из себя пасту. Можно стать спортсменом. Если это ваше, то пожалуйста. Мы с Андреем начинали с высшего пилотажа в свое время, и поэтому без перегрузок жизнь не мила, но иногда хочется потягать. Но времени на профессиональное занятие этим нет. И третий путь – это переход в коммерческую авиацию. Если вы хотите этим зарабатывать или посвятить этому свою жизнь в том или ином виде. Дальше решать уже вам. Но самое важное, да, действительно, хочу еще раз делать акцент на том, что сказал Андрей. Частный пилот – хорошая возможность пощупать и почувствовать, и понять, надо ли вам это вообще. Очень многие пилоты и курсанты мои, которые отучились и закончили, получили свидетельства, они являются курсантами, извиняюсь, пилотами выходного дня. То есть человек, который в уикенд-пилот, он приходит, летает в выходные в свое удовольствие, получает необходимую порцию удовольствия от полетов даже на аэродром по кругам. Он слетал там пять кругов, потешил себя, пошел дальше в офис работать, все замечательно. Кому-то этого достаточно. И это нормально, если у человека есть налет там в год всего лишь, не знаю, 50-100 часов в год. Для пилота выходного дня это абсолютно нормально. У кого-то в процессе таких полетов рождается желание пойти дальше. И, в общем-то, у меня примерно так же и произошло. То есть я изначально вообще пришел на спорт, но так как ДОСАФ развалился, нужно было что-то делать. Потом начал летать частным пилотом, и в процессе понял, что все. Тянуло. Вот примерно так. Поэтому, если у кого-то есть вопросы... Вопросы по российскому, по российскому, частному, есть у кого-то? А, ну, написано, что на каких-то... Сейчас, да, на сегодняшний момент хороший вопрос. Действительно, началось все с того, как где-то порядка трех лет назад аннулировали практически все сертификаты авиационных учебных центров о связи с кровью, просто выгрызло их и подчикало всю страну. Это было сделано, конечно, да, можно тут рефлексировать, но это было сделано для того, чтобы зарегистрировать их согласно новых федеральных конституционных правил. Сейчас существует ФАП-289, который регламентирует требования к авиационным учебным центрам. И ФАП-399, утвержденный только в прошлом году, это требования к образовательным программам, по которым будет вестись подготовка. То есть, наконец-то они занялись тем, что пытаются привести все в какое-то соответствие чему-то. Есть учебные центры, которые, значит, вопреки всем нытикам в интернете и тем людям, которые говорят, что невозможно, значит, тут всех лишают, все плохо и так далее. Нет, все возможно, да, это трудно, но все возможно. Есть учебные центры, которые уже получили эти сертификаты, есть те, кто этим занимается сейчас. Что касается многодвигательного, да, к сожалению, действительно, сейчас в России большинство очередных центров готовят только на однодвигательный сухопутный самолет. И отметка в пилотском будет Single Energy Land. И многодвигательный крайний аутс был аннулирован, по-моему, в Самаре, после чего никто не готовил вообще, в принципе. И сейчас есть в Москве, в Мечково, замечательная школа Aero Region Training. Да, они сейчас утвердили эту программу, и, по-моему, осталось только внести в сертификат, но это уже дело, наверное, нескольких дней. И группу, по-моему, даже уже набирают. И все их контакты есть на сайте, в интернете все это открыто абсолютно везде, повсюду. Можете обратиться к ним. Также гидросамолет, теперь его нет, и мы в свое время успели переучиться на гидросамолет, это было в Кемерово, сейчас нет. Хотя, как правило, многодвигательная техника в России связана именно с гидросамолетом. То есть это лодки, которые так полюбились россиянам, и народ летает на них. Ну, это действительно целая отдельная жизнь, гидроавиация, это очень интересно, но сейчас речь о другом. Что касается отметки инструмент, значит, есть такой казус в нашем законодательстве, что для полетов по приборам требуется, вроде как бы не требуется подготовки, но требуется наличие полета под шторкой или по приборам не менее 40 часов, из которых не менее 30 тренажера и 10 часов реального самолета, либо 20 часов тренажа в кабине и 20, значит, живого самолета. Сейчас также школа ART подписала программу на приборные полеты, на отметку, извиняюсь, IR, и можно отлетать у них эту программу и получить такую отметку. Но, в принципе, исходя из практики, могу сказать точно, что сразу после получения свидетельства частного пилота эта отметка не нужна совсем. Нужно полетать хотя бы часов 150-200, для того, чтобы понять, в принципе, что в эти условия на однодвигательном самолете вы не полезете. Но если хочется эту отметку получить, конечно, да, можно. А так, лично мое мнение, совершенно нечего делать на одном двигателе ночью, ровно так же, как и лезть в какие-то условия, в которых нужна такая отметка. Летать надо, азланты. Да. Спасибо. Все private pilotы во всем мире стоят плюс-минус одинаково. Я видел несколько учебных центров в Европе, которые заявляют ценник, там, типа, 6 тысяч евро. Но когда ты начинаешь смотреть в детали, то это 6 тысяч евро без чего-то, а если вот что-то, то вот то-то, и ты в итоге все равно выходишь на десятку. Есть до сих пор летные школы в Америке, которые в прайсах пишут 5800, 5600. Начинаешь смотреть в детали, это будет там Cessna 150 какого-нибудь лохматого года, в которую большой человек, в принципе, по весу не сядет. Ну и т.д. и т.д. То есть, как бы есть, можно попытаться гоняться за ценой, но вы должны все равно понимать, меньше десятки private вам не встанет. Вот, ну вот никак. Так, больше, может, меньше, но маловероятно. А? В России. Ну и в Америке тоже. То же самое. В Европе то же самое. То есть, цена примерно пиздец одинаковая. Я вам скажу, что в России летный час дороже, чем в Америке. И так было давно, и в 2012-м так было, и в 2013-м. Летный час, например, в Арте, я разговаривал с их летным директором, Тимура нету, здесь Тимур Сатаров. У них 18 тысяч рублей, по-моему, летный час с инструктором. 18 тысяч рублей – это 300 баксов. У меня летный час с инструктором – 240. На 172-й цесень. Да. То есть, 60 баксов разница, то есть, в России дороже. Но понятно, что если вы вычтете отсюда перелет до Майами, стоимость жизни, бла-бла-бла, то есть, как бы, ну, понятно, что в России будет, наверное, по ходу на круг будет все равно дешевле. Но без пляжей и без Атлантического океана. Есть нюансы. Миш, хочешь что-нибудь добавить? Потому что мы больше про Россию разговаривать не будем. Я могу вам представить Михаил Юшков. Это директор вертолетного клуба «Хелепорт Истра». Человек, который… Я думаю, что это единственный ауз… Привет. Да, наверное… Это единственный ауз в России, который готовит на вертиках, да? Ну, не единственный, но, наверное, один из немногих, который сейчас существует и имеет лицензию. И, скажем так, мы учим с 2003 года уже 16 лет, как учим пилотов на вертолеты. Это и был и «Флай», и под «Досафом», и как только… Ну, как могли, так и выживали. В общем, на текущий момент действительно имеем лицензию действующую в гражданской авиации. Я могу сказать одно, что вот все, что было сказано про самолеты, это все у нас так же… Повторяться не имеет смысла в сети. Я им всего самолет на вертолеты, получаем все то же самое. Но только все гораздо дороже. С самолетом вертолеты? Значит, самолеты на вертолеты запретили примерно лет 5-6 назад. Считается, что пересаживаться с самолета на вертолеты небезопасно, потому что определенные навыки, инстинкты, они противоположны и вредны. Но это наши чиновники так решили, а программа раньше была, она действительно была сокращенная, там порядка 16 часов, можно было… И я ее прошел. Успел, успел пройти, потом все закрыли. Но я хочу сказать, что действительно наша тема, она более дорогая, значительно, как Андрей уже сказал. Вертолет в эксплуатации более дорогая машина, гораздо более дорогая. Первоначалка, мы учим на 44-х, на 66-х, на Робинсонах, первоначалка стоит от 1,8 млн рубля. Я думаю, вам всем интересно цены понимать. То есть с нуля можно научиться. И как было сказано, что если для себя, для души, я вообще не понимаю, как в нашей стране можно летать на самолете. Вот на вертолете, пожалуйста, нам не нужна инфраструктура. И я считаю, что Россия для вертолетов – это мое мнение. Я такой же фанат, тоже начинал в ДОСАФе, летал на Ми-2. И точно так же болен, как и вы, наверное, все здесь присутствующие. Не вам. Поэтому мы доказали всему миру, что наши пилоты, наши выпускники, наши инструктора, которые летают сейчас, учат, готовят частных пилотов. Да, сразу скажу, с нуля мы коммерческих пилотов не готовим. Это, как ранее было сказано, что в России все это пытаются столкнуть на училище. С нуля до коммерческих пилотов в России не учит никто из частных коммерческих церков. Но, как была сказана тема, если говорить о себе, для себя любимого, то мы доказали всему миру, что вертолет летает далеко. Принято считать, что самолет, это у нас самолетами можно летать через Северный полюс в Америку. Мы доказали, что и на Северном полюсе можно побывать на вертолете. И вокруг света гордости нашей на 66-х, на двух вертолетах в 2013 году совершили кругосветное путешествие. Это все наши выпускники, те люди, которые не были профессионалами, они занимались каким-то другим бизнесом, заработали деньги и смогли реализовать свою мечту. То есть прийти, научиться, взять, купить себе машину и дальше реализовывать. Вот Андрей действительно реализовывал у нас в компании очень интересное направление. Мы понимаем, что всем скучно летать вокруг огорода. Ну да, полетал, натренировался, уже умеешь, да, хочется чего-то большего. И мы всегда стремились помочь. То есть вообще бизнес-то продажа вертолетов. Но если ты не научишь людей пролетать, не дашь какую-то цель, то это все бессмысленно. И мы, в том числе с помощью Андрея, помогали выпускникам, которые уже научились летать, выйти за ручку, за границу. И сейчас вот этой осенью исполнилось 10 лет первого трансатлантического перелета. И тогда, я скажу, 10 лет назад, в 2009 году, мы открыли окно в Европу. И тот автотуризм, который, мы понимаем, сел на машину и поехал в Европу. Возможно. Тогда никто не знал, как же пересечь границу. Все могли долететь до границы, могли лететь за границей, но никто не знал, как вот этот бордюр преодолеть. И сейчас любой пилот, который у нас отучился, если он действительно сможет изучить английский язык, он с помощью нашего проводника, скажем так, человека, который инструктор, который сможет вывести за ручку за границу, дать какую-то практику, показать, как же летает там, вслушаться в англоязычный радиообмен, почувствовать уверенность, заговорить по-английски здесь вечерами, понимая, что тебе говорят, отвечать, летать в большие аэропорта и полноценно использовать вертолет для своих личных целей. Хочу, летел. Вот Андрей передал свои функции другому человеку, который сейчас, Сергей Мельников, у нас летает. Вот он только что вернулся с таким выпускником из Англии. То есть они слетали в Лондон, полетали в Англию, очень интересно. В любом случае, просто хочу подтвердить, что действительно мы работаем, мы работаем давно, у нас профессиональная команда инструкторов, техника 44-я, 66-я, 44-я самая простая машина, с которой начинается обучение. Вертолет.ру, у Андрея есть контакты. Приглашаю всех, кто хочет попробовать вертолет в наш клуб, который находится в отличие от самолетных, опять-таки скажу, что достаточно комфортно, это около города Истра, 30 минут от Москвы. Я всегда смотрю на самолетные клубы и думаю, как же далеко, как же надо быть каким большим фанатом, чтобы такую большую программу наездить за 100 километров от Москвы и пройти этот большой курс. Но я считаю, что мы все шизануты небом, нам 100 километров, 200 километров, мы все равно будем стремиться к своей мечте. Поэтому приглашаю всех, спасибо за предоставленное слово. По поводу вертолет.ру еще хочу сказать, что это, наверное, самая профессиональная команда инструкторов, которая вообще когда-либо попадалась мне в жизнь. Моим инструктором был Игорь Рудой, не знаю, его здесь нет. Крутейший вообще чувак, тоже из наших, тоже перебежчик. Всех наших я называю некошерные. По классической формной традиции, кошерные – это те, кто начал с училища слетного и пошел дальше уже по своей карьере. А некошерные – это мы. Это кто пришел из обычного бизнеса, из другой сферы и стал летать. Вот Игорь точно такой же, он реально крутой педагог. Есть Дима Прусаков, он здесь тоже в зале присутствует. Вообще гениальный инструктор. Ми-8, Ми-24, что-то только нету. Вот он рядом с Мишей там сзади стоит. Если вы захотите поговорить на тему обучения на вертолете или вообще что это за хрень, такая вот Дима – тот человек, который вас возьмет за ручку и проведет через всю вертолетную тему. Вертолетная тема в России действительно крутая. В Америке такой нет, сразу скажу. То есть вертолеты в Америке есть, но позволить их себе могут реально очень богатые люди. Американцы, будучи людьми расчетливыми и прижимистыми, вертолеты не очень жалуют, но это и не нужно, потому что в Америке каждые 5 миль есть аэродром. Я могу сесть почти везде, даже in the middle of nowhere, даже ночью, где угодно. В России такой инфраструктуры нет. Когда я летал на вертолетах по России, то, конечно, печалька. То есть можно хреначить там 300, 400, 500 километров, можно не видеть вообще ничего, не то чтобы там аэродрома, но в принципе даже тупо подходящие дороги, которые можно использовать как посадочную площадку, не всегда. Спасибо опять же Хилипорту, мне посчастливилось летать на них вертолетах в Магадане. Колоссальный опыт, вообще золотые прииски, все дела. Я тогда хапанул столько прям за 3 недели концентрированных полетов в горах. Дали мне, наверное, больше, чем, не знаю, там 2 года полетов по равнине. Anyway, короче, все ловерды сказаны, давайте двигаться дальше. Там вот я вижу вопрос. Правда ли, что многие действующие пилоты выходцы из парашютного спорта? Правда ли, что пилоты опасаются прыгать после того, как стали летать? И продолжаете ли вы прыгать? Ну, у меня нет статистики, сколько парашютистов стало пилотами, но то, что это смежные какие-то виды спорта, это очевидно. Я выбирал парашютный спорт по причине дешевизны. Но не было у меня тогда денег, 15 тысяч долларов, чтобы учиться на праве. Я пошел прыгать. У нас есть еще люди, один из них появится. Я не знаю, Мансур, ты где? Мансур будет удален из друзей на фейсбуке. Тоже человек, который прыгает и тоже начал летать. Я думаю, что он тоже к нам присоединится. Андрюха Громадзин тоже начинал с парашютного спорта. Ну, короче, есть много примеров, когда люди начинали с парашютного спорта. Но если вы рассматриваете это для себя как, типа, вот я сейчас начну с парашютов, а потом обязательно туда, ну нет, это как бы up to you. Хотите прыгайте, хотите не прыгайте. Насчет прыгаю ли я сейчас или нет? Нет, я прыгал крайний раз в Чикаго в 2016 году. У меня снова заложило уши, я бросил прыгать. Бросил прыгать я не потому, что я стал летать, а потому, что у меня уши болят. Я же говорю, по российским медицинским нормам я вообще не могу, вообще ничего. Я должен был умереть еще лет 15 назад. По российскому влэку я никто. Мне даже третий класс не дадут. Поэтому нет, я могу только летать. Зато на пилотаж я летаю круто, поверьте. Я могу делать на вертикалях такие штуки, что парашют не пригодится. А действующие пилоты прыгают? Действующие пилоты, у них нет требований прыгать. Когда мы летали в Десафе на высший пилотаж, Костяныч помнит, мы должны были сделать сколько прыгов? Два прыга за год, да? Я знаю, 90% пилотов носили свои парашютные книжки на подпись, чтобы только не прыгать. Они готовы были занести там водки, селедки, что угодно, Лишь бы ни хрена не делать и ни в коем случае не выпадать из самолета. Это правда. Я прыгал, кстати, но мне было по кайфу, Потому что у меня уже тогда было 50 прыжков, наверное. Мне было прикольно. Но большинство старается этого избегать. И вообще, насколько я так примерно понимаю, Самолетчики не очень тряпочно-веревочные. Долюбливают. Особенно, если вы летаете на одном аэродроме, Веревочные всегда болтаются где-то рядом с полосой, А ты со своим винтом летишь. Блин, этот веревочный хер его знает, Может, он сейчас налево повернет или направо. У него что вообще мозга же нету, правильно? Поэтому. Короче, сложный вопрос. Что там еще есть? Прилет в Россию на неделю или на месяц Самолетом на иностранной регистрации с российским пилотом. Это возможно? Это возможно. Вы должны понимать, что регистрация вашего воздушного судна В кармане, ваша пилотская, должны совпадать. То есть вы не можете лететь на новембр регистрации, Если у вас нет американской лицензии. Вы должны как минимум иметь американскую корочку. Если у вас есть американская и российская, То вы можете прилететь в Россию На американском самолете с некоторыми ограничениями. Первое ограничение вы должны использовать в международной аэропорте. И второе ограничение летать только по международным воздушным судам. Здесь сидит человек, который летал со мной не только на Аляску недавно, Но еще в 2014 году мы с Мишаней гоняли американский вертолет из Франкфурта на Мэйне. Прости господи, Йошкаралу. И это был мегапроект еще. Я думаю, мы были первыми людьми вообще в истории России, Которые загнали американский вертолет. Пролетели над Кубинкой на высоте 30 метров, Работая с позывным Николай 66421. Короче, мы делали много разных вещей впервые, Которые не делал никто никогда, но это возможно. Это возможно. Если вы захотите полететь на не международный аэродром, У вас начинаются проблемы. Это ФСБ, это разрешение с ФСОшниками, Это время пролета, согласование за две недели, Лидировщик на борт. Ну, в общем, можно. Я летал кругосветку на белорусском самолете с белорусской регистрацией. Мне пришлось мое американское валидировать в белорусское, Чтобы на нем легально лететь. И россияне нас чпокали на каждом шагу. Просто на каждом. Через полчаса не вылетел, допустим, с момента, как у тебя план. Все, твой план протухает, ты идешь опять на КДП, Ты заново подаешься, Они снова звонят в ФСБ, ФСБ говорит, вы что за мудаки, Почему вы в 13-й не вылетели? Ну и, короче, вот очень плохо летать в России на иностранной регистрации. Даже если ты белорус с белорусским воздушным судном. Плохо. Имеем, что имеем. Какие сложности иметь и летать на самолете в России, Имея ФАИ частного пилота, особенно если самолет купить в России. Никаких сложностей. Костя знает процедуру. Вы берете свою американскую лицензию, Валидируете ее в российскую лицензию, Кладете ее в карман, Берете российское воздушное судно и вылетаете. Все. Ничего сложного здесь нет. Давайте с Россией закончим. Мне кажется, здесь все понятно. Да, я не буду даже расшифровывать этот слайд. Я единственное, что хочу сказать, Что хоть здесь много пугалок написано, Все эти пугалки, они из реальной жизни. То есть то, что АУЦ ваш может потерять лицензию, сертификат в любой момент, Да, это правда. Наша история, российская, современная, Видела это множество раз. Столько АУЦ. Вопрос в нашу, что прям вот так. Есть каждый год, есть план проверок, Росавиация, он расписан на сайте. И что? Каждый год проверяется АУЦ. Если вы, соответственно, за этот год успех получите, То проверки, соответственно, вы получите. Есть еще и плаковые проверки. Да, не надо рассказывать. Мы просто с 2011 года на моих глазах Была уничтожена вообще вся частная АУЦовская тема Просто на корню. С проверками, без проверок. Это вообще не важно. То есть как бы я ни в коем случае не хочу ни защищать, Ни обвинять Росавиацию в ее действиях. Это их дело. Мне важен факт. Частное авиационное образование уничтожено. Это факт. То, что сейчас люди пытаются восстановиться, Да, там, Арт барахтается. Пять АУЦов осталось на всю страну. Блин, чуваки, на 135 миллионов. У нас пять АУЦов на всю страну. Вы прикалываетесь? У меня на аэродроме в экзекутиве, В малюсеньком, ну, малюсеньком, По американским меркам. По нашим меркам больше, чем Шереметьево. В моем аэропорту шесть летных школ. Шесть. Ну, о чем? О чем мы вообще можем разговаривать? То есть все, что мы сейчас здесь обсуждаем, Это песочница. Вы должны это понимать. Влэк у вас будет тяжелый. На Влэке, я уверен, что большинство на Влэке Может вообще и засыпаться. Да, к сожалению. К сожалению. Потому что Влэк необоснованно завышенный. Влэк к прайватам должен быть очень простой. Прайват не собирается возить людей за деньги. Прайват не собирается никого убивать. Прайват хочет летать в свое удовольствие. Если он убьется, это его личное дело. Но Влэк в России даже на прайват это просто какой-то космический корабль. После Влэка на ППЛ вы можете, в принципе, к Маску идти записываться И полететь в следующий раз в космос. Легко. Короче, это просто то, что вы должны знать. Плюс еще сезонность. Херовая сезонность. В России довольно тяжело летать. Вы все это прекрасно понимаете. В Москве лета два раза два месяца в году. Все остальное время это слякоть, жопа, дожди, короче, и какой-то вообще беспредел. То есть все, что можно выжить, вы приезжаете на аэродром, там силинг вот так вот 50 метров. Все, вы просидели на аэродроме, попиличаюсь, с пацанами потусовались и поехали обратно. Пока вы ехали обратно, силинг опять 200. А вас уже нет. Со мной это было просто вот через раз. Европа. Я сразу не останавливаюсь на большой картинке про Европу, потому что с Европой тоже все понятно. Сделать лицензию private pilot в Европе может опять же любой, у кого есть шенгенская виза, знание английского языка. Хотите ехать в ближайшую страну, пожалуйста, Латвия вас ждет. Есть масса школ в Латвии, которые готовят ИАСа. Приезжайте в Ригу. Хотите в Вильнюс, можете приехать. Хотите в Ригу, в Спилви можете приехать. И делайте там, где вам нравится. Хотите в Прагу, можете поехать. У нас, не знаю, Настя Дагаева есть, тут нет. Не видел. Настя вот сейчас занимается тем, что делает себе в Риге ИАСа лицензию private pilot. Ну, есть много людей. Короче, Google вам в помощь. Если вы хотите европейскую лицензию, зашли, набрали ИАСа private pilot license, и вам выскочит там, я знаю, сколько всего. Экзотические страны, вот видите, мы их даже на карте как-то попытались обозначить. Я не рекомендую туда ходить. Вы можете сделать private в Беларуси. На самом деле, private в Беларуси можете сделать, потому что к private там беларусы относятся нормально. Они их продлевают, они с ними там возятся. Вы можете поехать в учебный центр Diamond. Сейчас появилась еще одна школа, называется, по-моему, Крылья. На днях откроется еще третья школа. То есть в Беларуси учебных центров на душу населения скоро будет больше на порядок, чем в России. Там руководство как-то нормально относится к учебным центрам. Украина, я рассказал уже, кейс. Когда вас могут просто выпереть из страны. Мьянма, Индонезия, Оман и прочие. Вы можете рассматривать любые варианты, но для меня существует, условно говоря, две глобальных лицензии в мире. Это EFA и EAS. Ваш выбор, что вы хотите. Хотите EFA и EFA, хотите EAS и EAS. Состав программы в США точно такой же. Я даже не буду ничего дополнять. Единственное, что я хочу, вот в этом месте я расскажу про пар 41, 141 и 61. Потому что вопрос реально задолбали, честно. Чего, какую, хочу делать 61, хочу делать 141. Ребята, релакс. Нету большой разницы между 61 и 141. Эта разница трехкопеечная. В данном случае это разница в 5 часов, если вы идете по пар 61. Если вы идете по 141, вам нужно 35 часов, на 5 часов меньше. Что такое пар 61 и 141? Быстро в коротких словах, потому что у нас там еще дохренища слайдов. Смотрите, пар 61 – это неструктурированное обучение с любым инструктором. Вы можете учиться с частным инструктором, вы можете учиться с летной школой, вы можете учиться как угодно, в любом порядке. И пар 61 просто предписывает минимальные требования, с которыми вы должны подойти к экзамену. Каким образом вы эти минимальные требования выполняете, пар 61 не прописывает. Он не говорит, сколько у вас должно быть теорий. Он не говорит, какой силу бус у вас программа должна быть. То есть инструктор просто встречается с тобой и говорит, что, Вась, как дела? Сегодня, может, по кругам полетаем? Точно, классное настроение. Пошли, по кругам полетаем. Полетали по кругам, записали в летную книжку, чик, все. На следующий день пришли, что, погода классная, классная. О, погнали, в кросс-кантре слетаем, в соседний аэродром, шаурмы пожрем. Окей. Поехали туда, полетели, вернулись, записали, все. То есть нет программы структурированной, вы должны налетать 40 часов и удовлетворять вот этим всем требованиям, которые в левой колонке написаны. Как только инструктор с вами все это закончил, он с вами теорией даже заниматься не будет. Американцы не любят заниматься теорией. Он с вами вот это все налетал в левой колонке и говорит, ну что, теорию читал? Читал. Ладно, класс дельта чем отличается от класса браво? Отвечаете на вопрос. Если он вас погонял по тесту и убедился, что вы нормальный, ритм-тест у вас сдан, у вас бах, ночь играет, подписывает. Любой частный инструктор, еще раз подчеркиваю, летная школа здесь не нужна. Америка в этом смысле прекрасная страна. Там другие риски. Ваш летный инструктор может исчезнуть, заболеть, умереть. Ну не знаю, пошел покакать, сердце встало. Что угодно с ним может случиться. Если вы работаете с частником, у вас нет никаких гарантий. Он может просто тупо взять деньги и исчезнуть. И вы его никогда не найдете. То есть, это уже ваш выбор. Если вы договорились с частным инструктором, и он вам дал очень низкий прайс, пожалуйста, рискуйте, делайте, что хотите. Еще раз, он имеет на это право. Вы должны понимать, что это легально. Любой частный инструктор после выпуска из инструкторской академии, грубо говоря, автоматом становится школой сам. Парр-61. Парр-141 – это летные школы, которые имеют шеф-пилота, проверяющего инструктора, не меньше одного инструктора обычного, парк из своих собственных самолетов, ну либо лизинговый, но они должны быть на постоянной основе. Офис. Частный инструктор может не иметь офиса. Такое часто бывает. И утвержденную программу. И тогда все, кто готовится учиться по парт-141, проходят все полностью по программе. Что это из себя представляет? Это представляет себе, что, например, вы пришли сегодня на аэродром, вы не можете полететь что угодно. Вы открываете силобус, и там написано «Лессон номер три. Полет в зону на отработку power on stall и power off stall». И все, у вас нет вариантов. То есть инструктор не может изменить программу по его желанию. Он обязан вас загнать в ту программу, которая прописана в парт-141. Он берет вас в самолет и летит в лессон номер три. После того, как вы лессон номер три закончили, он ставит галочку в рекордах и говорит «Лессон номер три completed». Теперь вы переходите на лессон номер четыре. Очень многие люди не любят парт-141 именно за это, потому что мы не имеем права перепрыгнуть с урока на урок, не закончив предыдущий. А часто это бывает необходимо. Иногда бывает такая ситуация, студент бах, встрял, допустим, на посадках. Ну вот, блин, не идет у него посадка и все. Студенту нужно дать перерыв и отвезти его на что-нибудь другое. Нужно снять с него эту нагрузку, отвезти его на кросс-кантри, пускай он релакснет, пускай он слетает на Киевест, посмотрит, что он не тупой, что все нормально, самолет летает, управляется. Внести в него уверенность. Добавить ему сил, а потом через пару часов вернуться обратно на круги. Вот пар 141 этого не позволяет делать. Он запрещает это напрямую. Он говорит, пока не отлетал круги на кросс-кантри, не переходите. Это ведет к большому переналету. Вот эти 40 часов, 35 часов мифические, то, во что люди обычно верят, когда ко мне приходят, говорят, я хочу пар 141, потому что мне нужно 35 часов. Ребзи, никто никогда в моей практике 35 часов не заканчивал. Never ever. В лучшем случае американский студент, который у меня был, русский студент, 18-летний парень, закончился 41. Это был самый быстрый трек, самый быстрый. Костя показывал стандартную программу 44, сейчас я вам скажу, что у нас и в 44 хрен кто заканчивает. То есть, американская статистика 80. Откройте сайты fa.gov, там есть статистика по годам, и там написано, какая. У нас где-то 50. Я бы сказал, 50, это fine. Есть люди, делятся все, все инструктора знают, есть slow learner, есть fast learner. Есть люди, которые очень быстрые, которые вкапываются очень быстро, можно вылететь на 10. Я такой, я вылетел на 10-м часу. Но у меня знание улетает моментом. То есть, вот, как бы, у меня память работает на короткий промежуток времени. Я все сделал, быстренько чик закончил, и все. Чик, у меня все ушло. А есть такие медленные ребята, они могут вылететь самостоятельно на 30-м часу. Но зато у них знания такие фундаментальные. То есть, если его там свернуть куда-нибудь на месяц, он вернется, как вчера, все помнит. Слушайте, блин, чувак, ты же не летал так долго. У него все уложилось. То есть, все психологические типы разные. 50 часов, я считаю, это нормальный референс для private pilot. У меня есть человек, который 95 налетал. И он что, слетает? В авиакомпании. То есть, он не совсем прям там. Он просто вот такой. Ну, вот такая у него особенность. Все поняли про 61-41. Я больше не буду на этом останавливаться. Да ни хрена не дешевле, это один хрен. То есть, он 50 налетаешь, какая разница? А вы входите, я 2 тоже. Конечно. Летный час стоит одинаково. Корочка одинаковая. Нигде в корочке не написано, какой парт вы проходили. 141-61. Раньше для россиян это имело смысл, потому что Росавиация в лохматые 12-13 года имело на своем сайте список авторизованных парт 141 школ, в которых можно было отучиться. И, вернувшись в Россию, они признавали это образование, как, не помню, начальное. Олег, не помнишь, как это называлось? Они признавали это как профессиональную подготовку. Ого! Аннекс-1 и КАО могли выдавать российское... Там два варианта, да? Выдается либо российское пилотское свидетельство по Аннекс-1, там, если цитировать точно, пилотское свидетельство страны, выполняющей признание, либо удается валидация. У нас основывается на парте 141, что там 141. Есть программа, которая плюс-минус совпадает с ИКАО и с российскими летными учебными заведениями. Для нашей сегодняшней действительности неприменимо. Ни одного авторизованного центра ФАФТОМ не существует, никакой 141 силы больше не имеет. Поэтому для вас это вообще, в принципе, по барабану. Какой вы будете летать, 61-й, 141-й. Один важный момент, который я хочу сказать и на этом тему 61-141 закрыть. Визу вы студенческую получите только под 141. Ни один 61-й, ни инструктор, ни школа не имеет права выдавать студенческую визу М1 под программу 61 для цепи. Теория отличается на... Теория именно в классе будет. 35 часов в классе, да? Камон. Можно отучиться тут, приехать туда, на следующий день, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Но в реальности таких примеров не бывает. То есть, если мы говорим про теорию, да, теория выглядит вот так. Вот здесь цифра, по идее, должна быть чуть больше, чем здесь, потому что на 5 часов больше налета, а здесь нет теории. В реальности, похер, ты все равно будешь брать граунд, ты все равно будешь брать больше часов. По-любому вы все заравняетесь. Ну вот по-любому просто. Поэтому даже не цепляйтесь за это, не имеет никакого значения. О, видите, я уже перескочил. Идеальный сценарий для меня и для вас, если вы хотите быть универсальным пилотом, я считаю, что вам нужно было бы пройти курс частного пилота в России, понять, что это вообще нравится, вам не нравится, идет тема, не идет тема. Если у вас есть хороший уровень английского языка, вы можете позволить себе это финансово, поехать в Америку, и там, условно говоря, за 20-25 часов долетать американскую часть программы и получить вторую корочку. Это просто мой опинион, что иметь, чтобы у вас была безопасная попа в тепле. Что им с российской лицензией случилось? Опять очередной приказ 670, все отозвали, да, вы из другого кармана достали свою американскую корочку, довертел я вас всех. И полетели летать в другую страну. То есть, ну просто, чтобы быть сейв. Вот, видите, я об этом рассказал. То есть, на самом деле, все, что вам нужно сделать, это вот эти 20 часов, которые должны быть в выезд авторайдс-инстрактор. И причем я советую вам делать это сразу же, как только вы российский PPL получили, потому что вы еще немножко фреш. То есть, у вас есть навык хороший, вы влетанные, у вас скилл и радар все отлично, как бы у вас в Америке по-другому будут учить, абсолютно, да, но вы, по крайней мере, будете влетанные. Российская система подготовки и американская система подготовки с точки зрения инструктора очень разная. Очень разная, сразу говорю. Могу сделать даже короткое отступление, как бы я перестал летать как инструктор вообще сейчас, потому что я просто не удовлетворяю американским требованиям к инструкторам. Американский инструктор должен быть polite, очень polite, что ко мне вообще никак не относится. Он должен быть очень везливый и он должен все время делать позитив reinforcement. Позитив reinforcement он должен вас поощрять и говорить, чувак, good job. Ты сделал good job on this landing, you're fine. Я так не могу. Я русский в корне души, я могу сказать правду. Слышь, ты мудила. Твоя посадка была отвратительная. Просто пиздец. Ну, как бы все. После этого я перестал сейчас летать, потому что некоторые люди обижаются, честно. Даже, ну, блин, я тоже удивляюсь. Я же правду говорю. Это была минутка юмора. Ну, на самом деле это так. И когда русский приезжает после российской, особенно, школы, да, очень у многих, это касается, кстати, линейных пилотов, возникает ложное ощущение, что они все делают отлично. То есть человек летит, он там типа бах, начал что-то крутить. Инструктор сидит, улыбается, 32, хлопает по плечу, говорит, good job, good job. Сам про себя думает, юб твою мать, сука, кто тебе вообще дал права? Потом они прилетают, садятся как бы на разбор на брифинг. Инструктор обязан. У нас это записано в нашем флайт-инструктор, как бы, хендбук. Там написано, вы должны дать человеку позитив реинфорсмент. Он говорит, окей, а, ты знаешь, немножко там вот на стептерных ты чуть-чуть там завалил, крен был не 45, а там типа 38. Ну, ты знаешь, ну, вот там чуть-чуть, здесь не так, там не так. Ну, маленькие нюансы, но в целом ты файн, как бы good job, отлично, молодец, похлопал по плечу. Человек выходит, ему кажется, что он все сделал охерительно. Ну, как бы, а что галочка? Ну, позитивно, зато круто же все, да, то есть, ну, как бы, у него хорошее настроение, у инструктора хорошее настроение, у всех хорошее настроение, результат говно. То есть, как бы, для всех. Мне это не нравится. То есть, я, как бы, работая со своими студентами, там, с русскоговорящими, с русскоговорящими, Миша ушел, вот он как раз может подтвердить, я его только что не бил в кабине. А да, в принципе, все было. То есть, как бы, поматериться, там, поорать, там, ну, это нормально, до сих пор, я уверен, так и работают. Не, я вообще перестал летать. Ну, не хочу больше. Неинтересно. Нет, такого понятия, как свои, вообще не существует. Есть designated pallet examiner, это вот аналог Константина. То есть есть человек, которого FAA наделило полномочиями принимать экзамены. И этот человек, в отличие от России, инструктором не является. Но, может быть, инструктор из ФСДО, инспектор из ФСДО, это самый худший сценарий. Смотри, извини. У всех студентов летной школы штатов есть такая сказка о том, что у кого-то из инструкторов, экзаменаторов легче проходить, у кого-то сложнее проходить. Такого в принципе нет. Кто-то, может быть, общается более ampershative reinforcement, да? А кто-то, может быть, сидеть молча, весь чек-райт, ставить галочки у себя, отметки, выйти потом, сказать, good job, your license is here. Все. Точно так же, извини, Павел, то есть это вот реально, реально сказки, которые слышат каждый студент, который только приезжает в летную школу. Вот к этому экзаменатору ходи, вот этого экзаменатора не заказывай. Пожалуйста, потому что будет плохо. На самом деле все экзаменаторы производствуются одним и тем же чек-листом. Выполняешь – молодец, прошел. Не выполняешь – свободен. И у меня это дальше будет в презентации, я об этом уже несколько раз говорил. Есть книжка, которая называется ACS, Airman Standardization Specification, где прописаны все требования. Например, для частного пилота, если вы делаете степ-терн, там написано, что крен должен быть не больше плюс-минус 5 градусов, стоять, установившийся в 45 градусов, крен не больше, чем плюс-минус 5. Вы должны начать с одного хейдинга и закончить на другом хейдинге с погрешностью не больше, чем 10 градусов. И в процессе разворота вы не должны вылететь по вертикали в плюс-100-минус 100. Это цит. Все просто. Экзаменатор. Это независимое лицо. Это независимое лицо, к нам не имеющее никакого отношения. На сайте ФАЕ есть список экзаменаторов, это абсолютно независимые люди, у которых есть право принимать экзамены. Это право им делегировано ФАЕ. Они не получают ни от кого зарплату, они получают бабки от вас. Каждый студент, приходя на экзамен, приносит с собой конверт в кэше. На секундочку. То есть сейчас экзаменатор у нас стоит 600 долларов. Это не взятка, это его фи. Это его фи. Оно общее для всех. Кто-то берет 500 баксов, кто-то 600 баксов. У нас сейчас есть чувак один, который 800 берет. Он меньше, чем за 800 не готов выезжать. То есть... Конечно, конечно. Нет, сумма всегда известна. То есть он всегда говорит, что у тебя на экзамене должно быть паспорт, логбук, медицинская справка, эндорсмент от твоего инструктора и конверт. И он сразу говорит, сколько там должно быть денег. И ваш чекрайт с этого начинается. Если он на чекрайде проверяет, у вас документы, чего-то не хватает из списка, чекрайт завершен. Все, вы идете домой. Это называется дисконтинию. То есть вы просто не начали. Чекрайт как будто бы не состоялся. 300. Пересдача стоит обычно половину от того, что вы зафейлили. Что, в принципе, фейер на самом деле. Они же попадают, да? То есть у вас количество попыток сдачи. Ну, вторая попытка – это фейл. То есть для нас, как для школы, мы должны сдавать с первого раза. То есть если вы сдали не с первого раза, то это фейл. В личном деле отображается сколько раз вы пытаетесь сдать? В личном деле отображается сколько раз вы пытаетесь сдать. В акре все будет записано. Но, да, это, кстати, очень важный вопрос. Если вы идете на прайвата, похер, сколько раз вы завалите чекрайт. Но я всем говорю своим студентам, он, Денис, не даст соврать, если вы идете на высшую ступеньку, на коммерса, и дальше хотите на ATP идти, ваше личное дело должно быть максимально чистым. Постарайтесь все экзамены сдавать с первого раза, потому что даже если вы зафейлили прайвата, если что-то случится в будущем, если будет какой-то косяк, ваше дело будут проверять. И там, если найдутся вот и такие вещи, вас могут в Airlines просто не взять. То есть вот, например, простой пример, после того, как случилась эта катастрофа в девятом году в Баффало, у капитана там обнаружилось, что у него на момент катастрофы было 600 часов налета Total, Total у командира, и в личном деле присутствует запись о том, что он зафейлил чекрайт на симуляторе до этого дважды, что он зафейлил коммершал, что он зафейлил инструмент, и когда FAA инспектора подняли все это дело, они сказали, что ребята охренели. И с этого момента авиакомпании с FAA начали делиться информацией. То есть, в принципе, сейчас FAA собирает рекордсы на все. Если вы, летая в Ирландии, накосячите и будет какой-то инцидент, у вас будет запись в личном деле в FAA. Если вы зафейлилите чекрайды, это все будет в личном деле в FAA, и компания имеет полное право запросить у FAA ваш профайл и сказать, к нам тут пришел Вася устраиваться командиром 757, а что там у него в бэкграунде? И я сейчас подавал недавно аппликейшн очередной в JetBlue. Я уже третий год пытаюсь в JetBlue попасть. В JetBlue на первой же странице спрашивается, have you ever failed a чекрайт? И если ты ответишь нет, а не узнаешь, что да, все, ты да. То есть не обманывать нельзя. Если ты скажешь, что есть, у тебя выскакивает поле, укажите подробности в каком году и какой чекрайт вы зафейлили. И там не написано, что ты не будешь принять на работу в компанию, но эта галочка, она попадет к летному директору, и он, конечно же, выбирая из списка 48 кандидатов, он же его отсортирует в каком-то порядке, скажет, что Борисейч у него фейл был в инструменте, пошел он в задницу. Вот этого возьмем, у него чистый профайл, у него фейлов не было, ничего не было. Правильно же, да? Окей. Еще один вопрос, который всплывает постоянно и про private и про commercial, и про кого угодно. Ускоренная программа. Ускоренную программу на private мы делаем. У нас есть случаи, когда программа private была сдана за три недели, с нуля. Елизавета. она у нас рекордсмен, она, короче, зафигачила весь private pilot за три недели, но она налетала 76 часов. За три недели. За три недели, да. У нее был очень жесткий тайминг, она ей нужно было вернуться на работу, она реально упоролась, как бы, но она это сделала. Ну, вот примеры есть. В 15-16 году у нас были выпускники, которые выходили за 4-5 недель. Изи. Ну, в принципе, вот 4-5 недель, я считаю, как бы, такой, это ускоренная программа. Чем лучше ваш английский, тем лучше вы подготовили теорию, чем меньше вы потратите на налет. 4-5 недель, это fine. Дистанционное обучение. Я буду об этом еще говорить подробнее. Не работает. Дистанционное обучение не работает, потому что все эти skype-коллы, conference-коллы, отправить вам презентацию, с вами поговорить, настолько трудоемко и занимать столько ресурсов, что я готов, например, этим заморачиваться, если соберется группа, человек 20. Если сейчас из этого зала там 10 человек хотя бы соберется и скажет, все, мы готовы заниматься дистанционно, я готов об этом поговорить. Когда речь идет, типа, один на один, ну, окей, мой час стоит 100 баксов. Готовы? Ну, наверное, нет. Ну, как бы, тогда и говорить не о чем. Ну, вот об этом я уже, мы уже тоже проговорили, я этот слайд просто листану, потому что нет, нет в нем никакого смысла, да. Имейте просто в виду, что российский опыт нерелевантен на 100% американскому. Вы будете иметь 50% какого-то skills, который вам пригодится, но какой-то skills будет вредный. Однозначно. То есть, американская система учит немножко по-другому. Посадки немножко там, просто рассказывается по-другому, да, посадка, она всегда посадка. Выполнение каких-то маневров, стол, спид, всякие, slow flight, например, там, power on, стол, power off, стол. Могут быть всякие нюансы. Есть люди, которые вообще в жизни от меня первый раз слышали, что такое маневр power on стол, power off стол, приезжающие там из России с кучкой, с пачкой лицензии. Что? Стол? Какой стол? Accelerated стол, там, такой стол. Ну, четыре вида разных столов, как бы, ну, no clue. Поэтому у вас будет период очень серьезной переделки, и я даже могу сказать, что некоторые навыки российские, они вредные. Есть много российских навыков. Не буду сейчас называть где, не буду называть кто. У меня этот студент спрашивает, а мы будем отрабатывать отказ двигателя после взлета с высоты 100 метров? Чего, бля? То есть, они реально, реально просто им на после взлета, на полной мощности, они набирают там 50-100, гасят им полностью idle, и типа делай, что хочешь. Ну, в Америке на взлете такое не отрабатывают, на private palate, по крайней мере. Такое отрабатывают на multi-engine, на single, как бы, когда ты взлетаешь, там, если ты уже commercial и так далее. То есть, такой хуйня никто не занимается. Ну, как бы, а человек говорит, блин, это же надо знать. Тебе? Куда? Курица, ты еще не вылетел? У тебя 20 часов, что тебе знать? Зачем тебе двигатель гасить? Кто это делает? Кто эти люди, которые так готовят? Почему вы тогда советуешь начать российскую лицензию? Потому что он для вас, то есть, а есть время? Ну, я поэтому и предупреждаю. Я говорю про российскую лицензию с точки зрения легкости входа. Если ты не готов сразу выложить из кармана 15-14 тысяч долларов и помчаться в Америку, и у тебя нет языка, в тихом варианте нет. Правильно? Ты все через Россию пойдешь. Безусловно. Так я же об этом на слайде не написал. Если ваши возможности позволяют, это мой совет, но это не мастхэв. Если вы готовы проскочить российскую тему и получить сразу американскую, то пожалуйста, ради бога. У меня здесь нет никакого цели что-то продать. Я не хочу вам сказать, что Америка это за бест, поезжайте делать столько ФАЕ. Я вам даю варианты. Вот они вам варианты. Хотите Россию, делайте Россию. Хотите АСА, делайте АСА. Хотите Америку, делайте Америку. Это ЦАП-2-Ю. Никто никого не заставляет. Единственное, что введите локбук в международном формате. Просто тупо введите локбук, как положено с самого начала. Пишите его в английскую ледную книжку с английскими полями в английской системе. Тогда вам будет легче. Просто когда вы полетите дальше уже переконвертироваться.